Белая ночь Старый пароход отвалил от пристани в Вознесение и вышел в Онежское озеро. Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер. На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света. Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, покачивая куски сосновой коры. На берегу должно быть в каком-нибудь древнем погосте сторож пробил на колокольне часы двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна. Я не знаю, как лучше назвать томительный свет белой ночи, загадочным или магическим. Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы. Столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра. Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому должно быть белые ночи и вызывает своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго. Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отсветающие в ту позднюю весну в заглошек садах. Много этой холодной и пахучей черемухи было в вознесении. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах. Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он привлек многих писателей, причем было решено работать бригадами. Тогда это слово впервые появилось в литературе. Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин. От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда, как и сейчас, что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. В лучшем случае может получиться собрание разнородных отчерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенности материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя со всеми качествами его восприятия действительности, его стиля и языка. Я считал, что как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать, сообща одну и ту же книгу. Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насупился, побарабанил по своему обыкновению пальцами по столу, подумал и ответил. Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Ну, в общем, валяйте. Только оконфузиться вам нельзя. Книгу обязательно привозите. Все непременно. На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было значительно облегчить работу. Очевидно, я надеялся протащить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера. Белые ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с изогнутыми носами, похожими на лебединые шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами. Петрозаводск был в то время тихим и пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был какой-то слюдяной, должно быть от несильного блеска, исходившего от озера и от белесого, невзрачного, но милого неба. В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеки и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. История завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, коронский способ литья, водяные машины, свои обычные нравы – все это давало обильный материал для книги. Прежде всего я набросал ее план. В нем было много историй и описаний, но мало людей. Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны, совершенно опростившейся старушки, ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знаний французского языка. Я начал книгу писать по плану, но сколько ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение. Материал расползался. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одинаково торчали, не подкрепленные тем единственным, что могло бы вдохнуть в жизнь в эти архивные факты, живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой. Я писала в водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет. Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях, чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю, как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину, хотя бы за победу, когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь писать о них, надо относиться как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся. Ничего нет отвратительнее и тяжелее беспомощности перед материалом. Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта. А память? Нет-нет, да и кололо меня словами Горького. Только оконфузиться вам нельзя, книгу обязательно привозите. Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладевать любым материалом. Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска. Мне не с кем было поделиться своей бедой, кроме Серафима и Онны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это почувствовала, должно быть каким-то своим особым учительским чутьем. Вы, как бывало, мои дуры-гимназистки перед экзаменом, сказала она мне. Так забьют себе голову, что ничего не видят и не могут понять, что важно, а что ерунда. Просто переутомились. Я вашего дела писательского не знаю, но думается мне, что тут напором ничего не возьмешь. Только перетяните себе нервы, а это и вредно, и просто опасно. Вы сгоряча не уезжайте, отдохните, поездите по озеру, погуляйте по городу. Он у нас славный, простой, может, что и получится. Но я все же решил уехать. Перед отъездом я пошел побродить по Петрозаводску. До тех пор я его как следует и не видел. Я побрел к северу вдоль озера и вышел на окраину города. Домишки кончились, потянулись огороды. Среди них тут и там виднелись кресты и могильные памятники. Какой-то старик полол грядки моркови. Я спросил его, что это за кресты. «Тут ранее кладбище было», ответил старик. «Вроде иностранцев здесь погребали. А сейчас эта земля пошла под огороды. Памятники поубирали. А что осталось, так это ненадолго. Да будучи дощи весны постоят не дольше». Памятников, правда, было мало, всего пять-шесть. Один из них был обнесен в чугунные ограды великолепного тяжелого литья. Я подошел к нему. На гранитной сломанной колонии виднелась надпись на французском языке. Высокий репейник закрывал почти всю эту надпись. Я сломал репейник и прочел. Шарль Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне. Скончался летом 1816 года в Петрозаводске вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце. Я понял, что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня. Я вернулся домой, сказал Серафиме и он мне, что остаюсь в Петрозаводске, и тотчас пошел в архив. Там работал совершенно высохший, даже как будто прозрачный от худобы, старичок в очках, бывший преподаватель математики. Архив не был еще целиком разобран, но старичок прекрасно управлялся в нем. Я рассказал ему, что со мной произошло. Старичок страшно разволновался. Он привык выдавать, да и то редко, скучные справки, главным образом выписки из церковных метрических книг. А сейчас нужно было произвести трудный и интересный архивный розыск, найти все, что касалось загадочного наполеоновского офицера, умершего почему-то в Петрозаводске больше ста лет назад. Старичок и я, мы оба беспокоились. Найдутся ли в архиве хоть какие-нибудь следы Лонсевиля, чтобы по ним можно было с большей или меньшей вероятностью восстановить его жизнь. Или мы ничего не найдем. В общем, старичок неожиданно заявил, что не пойдет ночевать домой, а будет рыться в архиве всю ночь. Я хотел остаться с ним, но оказалось, что посторонним в архиве находиться нельзя. Тогда я отправился в город, купил хлеба, колбасы, чаю и сахару, принес все это старичку, чтобы он мог ночью поесть, и ушел. Поиски длились девять дней. Каждое утро старичок показывал мне список дел, где по его догадкам могли быть какие-нибудь упоминания о Лонсевилле. Против наиболее интересных дел он ставил птички, но называл их, как математик, радикалами. Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении при несколько странных обстоятельствах пленного капитана французской армии Шарля Евгения Лонсевилля. На девятый день были найдены упоминания о Лонсевилле в двух частных письмах, а на десятый – оборванное, без подписи, донесение ланецкого губернатора о кратковременном пребывании в Петрозаводске жены означенного Лонсевилля Марии Цицилии Трините, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле. Материалы были исчерпаны. Но и того, что нашел сиявший от этой удачи старичок Архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении. Как только появился Лонсевиль, я тотчас засел за книгу, и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпался, вдруг лег в нее. Улегся плотно, и как бы сам собой вокруг этого артиллериста, участника французской революции и наполеоновского похода в Россию, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петрозаводский завод и умершего там от горячки. Как была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевиля»? Материал был мертв, пока не появился человек. Кроме того, весь заранее составленный план книги разлетелся в дребезги. Теперь повествование уверенно вел за собой Лонсевиль. Он как магнит притянул к себе не только исторические факты, но и многое из того, что я видел на севере. В повести есть сцена оплакивания умершего Лонсевиля. Слова женского плача над ним я взял из подлинных причитаний. Этот случай заслуживает того, чтобы о нем упомянуть. Я ехал на пароходе вверх по Свири из Ладожского озера Вонежское. Где-то, кажется, в Свирице на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб. В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный на Свири Лоцман. Его друзья Лоцманы решили провести гроб с его телом по всей реке от Свирицы до Вознесения, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой. И кроме того, чтобы дать возможность береговым жителям попрощаться с этим очень уважаемым в этих местах своего рода знаменитым человеком. Дело в том, что Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы безотпытного Лоцмана не могут проходить свирские стремнины. Поэтому на Свири с давних пор существовало целое племя Лоцманов, очень тезно связанных между собой. Когда мы проходили стремнины, пороги, наш пароход тащили два буксира, несмотря на то, что сам он работал полным ходом. Вниз по течению пароходы шли в обратном порядке, и пароход и буксир работали задним ходом против течения, чтобы замедлить спуск и не налететь на пороги. О том, что на нашем пароходе везут умершего Лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи-плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакывать умершего высокими, томительными голосами. Слова этого поэтического плача никогда не повторялись. По-моему, каждый плач был импровизацией. Вот один из плачей. По что отлетел от нас в смертную сторону? По что покинул нас, сиротинушек? Не, что мы тебя не привечали, не встречали, добрым да ласковым словом. Погляди на свирь, батюшка, погляди в остатний раз. Кручи запеклись рудой кровью, течет река из одних наших бабьих слез. Ох, за что же эта смерть к тебе пришла не ко времени? Ох, чего же это по всей свири реке горят погребальные свечечки? Так мы и плыли до вознесения под этот плач, не прекращавшийся даже ночью. А в вознесение на пароход взошли суровые люди, лоцманы, и сняли с гроба крышку. Там лежал седой могучий старик с обветренным лицом. Гроб подняли на льняных полотенцах и понесли на берег под звонкий плач. За гробом шла молодая женщина, прикрыв шалью бледное лицо. Она вела за руку белоголового мальчика. За ней в нескольких шагах позади шел средних лет мужчина в форме речного капитана. Это были дочь, внук и зять умершего. На пароходе приспустили флаг, и когда гроб понесли на кладбище, пароход дал несколько протяжных гудков. И еще одно впечатление отразилось в этой повести. Ничего значительного в этом впечатлении не было, но почему-то оно в моей памяти накрепко связано с севером. Это необыкновенный блеск Венеры. Никогда я еще не видел блеска такой напряженности и чистоты. Венера переливалась, как капля алмазной влаги на зеленеющем предрассветном небе. Это была действительно посланница небес, предвестница прекрасной утренней зари. В средних широтах и на юге я как-то никогда не замечал ее. А здесь, казалось, она одна сверкает в своей девственной красоте над пустошами и лесами, одна властвует в предутренние часы над всей северной землей, над Онегой и Заволочьем, над Ладогой и Зоонежьем. Животворящее начало Однажды Золя в обществе нескольких друзей заметил, что воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении, как у него, у Золя. Бывший при этом Мапасан спросил, как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому? Золя промолчал. Мапасан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление, но он не боялся этого. Никому, даже Золя, он не мог позволить отрицать воображение. Мапасан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением, великолепной средой для рассвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы. Оно было животворящим началом искусства, его, как выражались восторженные поэты из латинского квартала, вечным солнцем и богом. Но это ослепительное солнцевоеображение загорается только от прикосновений к земле. Оно не может гореть в пустоте. В ней оно гаснет. Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал, «Опять ты меня решил подловить? Черт-то с два! Все равно не скажу». Чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как это делают в разговорах с детьми взрослые. Дети спрашивают, «А это что? А зачем это? А почему это?» Они не успокаиваются, пока не вынудят нас отыскать на все эти вопросы хотя бы сносные ответы. Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», разговор, очевидно, происходил бы так. А что такое воображение? И если бы мы в этом случае заговорили о солнце искусства или его святая святых, то забрались бы в такие заумные чащи, что из них оставался бы только один выход – бегство от своего собеседника. Дети требуют ясности, поэтому мы вынуждены ответить предполагаемому собеседнику, что воображение – это свойство человеческой натуры. Какое? Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями. Конечно, это надо сказать значительно проще. «А для чего?» – спросит нас собеседник. «Есть же настоящая жизнь? Зачем же выдумывать другую?» А затем, что настоящая жизнь большая и сложная, и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на 300 лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в 1814 году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам Акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима, или заседать в конвенте и слышать речи Марата, или смотреть с палубы на тихий океан, усеянный им звездами, хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже море. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все. И вот воображение дают ему то, что не успело или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни. Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи, для него непонятные. Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы. Воображение создало закон притяжения, беном Ньютона, печальную повесть Треставра, Тана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, золотую осень Левитана, Марсельезу, радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм Бэмби. Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодна и воображение, оторванное от действительности. Есть французское выражение «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что «Великие мысли исходят из всего человеческого существа». Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может себе представить. Это исчезновение воображения и значит всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком. Воображение – великий дар природы. Оно заложено в натуре человека. Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности. Оно питается ею. С другой стороны, воображение очень часто в какой-то мере влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наше отношение к людям. Об этом, как я уже упоминал, хорошо сказал Писарев. «Если бы человек, – говорил он, – не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его действовать во имя этого будущего, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. Это из блока. А другой поэт сказал, «В каждой луже – запах океана, в каждом камне – веяние пустынь». Пылинка дальних стран и камень на дороге. Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго. Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кастилье. Поместье, клочок в земле с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат, досталось ему в наследство от предков. Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха-нянька. Она с трудом готовила самую простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней. Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле, около стрельчатого окна, и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг. Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорие. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, но гидальго к ней привык. Он был уже не молод, чтобы покидать свой дом ради утомительных и долгих путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него не было ни родных, ни друзей? Какова была прошлая жизнь гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица-дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застегнутых ночью или непогодой. Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что благодарение Мадонне вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл. Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин, сирен. Женщины вкратчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы они могли согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывало в собственные длинные волосы. Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Матросы негодовали, они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам. Все это окончилось неудачным бунтом. Троих вожаков повесили на реи. Они плыли дальше и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля, неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений. Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь, знак того, что они открыли, наконец, страну Эльдорадо, где горы полны драгоценных камней, золота и серебра. Гидальга молча слушал этот рассказ. Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому Гидальга в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому Гидальга ее принял. Человек уехал, а ночью пришла гроза, молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной. Раковина лежала на столе около постели Гидальга. Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пены и облаков. Молния погасла. Гидальга дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине еще более отчетливо, чем в первый раз. С ответственных ее берегов лились в море, пенясь и сверкаясь, широкие, как скады, воды. Что это было? Должно быть реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошило водяная пыль. Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинув кресло к столу, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно чего бьющимся сердцем старался рассмотреть все новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли. Гидальга боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения и никакой страны в раковине нет. Так он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась ничем не замечательной. В ее глубине не было ничего, кроме чуть заметного дымчатого сияния, будто загадочная страна отодвинулась за ночь на тысячи льев. В тот же день Гидальга уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя, как о великой милости, дать королевское соизволение снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны. Король был милостив и разрешил ему это. После ухода Гидальга он сказал своим приближенным, «Этот Гидальга явный безумец, чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но Бог руководит даже путями безумных, чего доброго этот старик присоединит к нашей короне новые земли?» Гидальга плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если и увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли. Гидальга молился Мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования. Грубо вырезанная из дерева Мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, покачиваясь впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в морскую даль. На волосах, состертой позолотой, и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги. «Веди нас!» заклядал ее Гидальга. «Не может быть, чтобы этой страны не существовало! Я так ясно вижу ее и наяву, и во сне!» Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало близость земли. Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе. В эту ночь никто на корабле не спал. И вот, наконец, в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами. Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие. Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарят солнечный свет, когда он преломляется в граненных хрустальных сосудах. Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света. Гидальга упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал, «Благодарю тебя, провидение. В конце жизни ты поселила во мне тоску по новизне и заставила мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не отыскал ее, и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренции». От берега навстречу каравелли бежали десятки маленьких радуг. От них у гидальга закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелли, а она быстро приближалась к ним. На мачтах торжественно гудели паруса и ликуя хлопали поднятые командой праздничные знамена. Гидальга упал лицом на теплую влажную палубу и замолк. Устало его сердце не выдержало единственной великой радости, не спосланной ему в этот день. Он умер. Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой. Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рожденное жизнью, в свою очередь, получает иной раз власть и над жизнью. Толчок воображению Гидальга дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым Гидальга, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну. Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом. Эта вера в воображение и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемое в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый Гидальга, наконец, создавать воображаемое в действительности. Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией. Воображение основано на памяти, а память на явлениях в действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон, закон ассоциации, или, как называл его Ломоносов, закон совоображения, который весь этот хаос воспоминаний распределяет по сходству или поблизости во времени и пространстве, иначе говоря, обобщает и вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциации говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами. Есть очень насыщенные минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства. Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что у каждого из нас ассоциации связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации. Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей риторике. Ассоциация, по словам Ломоносова, есть душевное дарование с одной вещью, уже предоставленную, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные. Например, когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купное море, по которому он плавает, с морем бурю, с бурью волны, с волнами шум в берегах, с берегами камни и так далее. Это, так сказать, хрестоматийная ассоциация. Часто ассоциации бывают гораздо сложнее. Вот, к примеру, одна из них. Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек, латышский поэт. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во времена войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный. Руководство для игры в волейбол, хрестоматия по истории средних веков, учебник алгебры и цусима Новикова прибоя. «Режиссеру полагается знать все», сказал Эйзенштейн, «и для всего находить зрительное выражение». «Даже для алгебраических формул?» спросил я. «Безусловно», ответил Эйзенштейн. Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку. Вообще вся история завоевания Америки это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа «Подлость». Оно звучит как пощечина. О, эти постоянные мучительные поиски названий. Выдумывание названий особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать название своим вещам. И наоборот. Так же, как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ. А рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были по существу подлинным творчеством, поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволявших себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил, «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи». Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писатели, например, Марк Твен. Один критик, боровшийся за мелкую правду, уличил Марка Твен во лжи. Марк Твен рассверепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет?» сказал ему Марк Твен, «если вы сами не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления о том, как это делается. Чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле, а у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан». Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Геккельбери Фину. Финн на этом памятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему и у нас не ставить памятников литературным героям? Например, Дон Кихоту или Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульби, Пьеру Безухову, Чеховским Трем Сестрам, Лермонтовскому Максим Максимовичу или Белли. Все написанное выше – цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации, красный свитер и памятник Белли, то весь вполне естественный ход ассоциации покажется бредом. Я много говорю об ассоциациях лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве. Из длинного этого разговора о воображении ясно только одно. Без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии. Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинский. Хаос – предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонии, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами. Приходит ночь и постепенно оживает сила души. Ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого сознания, вдохновением, душевным восторгом или спокойствием, радостью или печалью, кто знает? Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отцветом снега, морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак. Видны черные вершины балтийских сосен, смерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина, такая тишина, что, кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это и не слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает. В доме пусто, я один, рядом море на сотни миль, за дюнами обширные болота и низкие леса, никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь по жизни. Она создана здесь, в этих четырех стенах, но прорывается во вселенную. Вести их за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полок ночи и осветила край неба еще пока очень далекой и два заметной голубизной. Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне не ясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие «весь мир». Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега, а я вас давно здесь жду, уже набрала целый сноп цветов и девять раз прочла наизусть вторую главу из Евгения Онегина, и все вас ждут дома, потому что нам одним скучно, и вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере, и, пожалуйста, выдумывайте что-нибудь интересное, или нет, не выдумывайте, а расскажите все, как было, потому что и так в лугах такая прелесть, и второй раз зацвел шиповник, и вообще хорошо. А может быть для женщины, чья жизнь связана с моею многими годами тяжести, радости и нежности так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит, а может быть для друзей. В моем возрасте их становится с каждым годом меньше. Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мной. Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому что слишком много хочу рассказать и пока еще не выбрал из мыслей именно ту одну, что как магнит притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы повествования. Это состояние знакомо всем пишущим. Поэты, сказал Тургенев, недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпо и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но только песня зреет, прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать, еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют приближением Бога. Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге, тут-то и начинается мучение. Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь? Во льдах. Вчера в Рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола. Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь финский залив, он увидел на льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый тонкий лед. Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке. Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображение по этому поводу. Есть они у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей преград ни во времени, ни в пространстве. Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно разница от нашего мужского. Для нас цветы это украшение, для женщин это живые существа, гости из мира, которые мы, взрослые деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением. Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей. От солнечного света многие сказки сжимаются и прячутся, как улитки в свою скорлупу. Да, но сказка пока еще туманная, родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе. И наконец наступает тот час, когда сказка ложится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша, чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения. Сказка окончена, и хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно. Ночной дилижанс я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влиянии на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему. В старой грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам? Правда, когда христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее. Веселый Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет «История, оставшаяся на дне высохшей чернильницы». Он полюбил Венецию и называл ее увядающим лотосом. Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто. Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный город. Но пришло время покинуть его ради других городов. Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону. Слуга был под стать гостиницей, ленивый, всегда навеселее, нечистый на руку, но с открытым простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол. Из красных бархатных портьер золотистыми раями вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц. Масляная лампа была сломана, взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не чистили со времен Тициана. Из первого этажа, где помещалась дешевая астерия, разила жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками. Иногда женщины дрались, вцепившись друг к другу в волосы. Когда Андерсону случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза. Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли. При виде Андерсона женщины затихали. Их смущал этот худой элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно сеньор поэт. По их понятиям это был странный поэт. В нем не бурлила кровь, он не пел под гитару раздирающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке судомойке. Она была к тому же хромая как утка. Когда слуга пошел за билетом, Андерсон кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху. Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста половинку яичной скорлупы. Она плавала около сваи. Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба. «О, боже!» воскликнул с отчаянием Андерсон. «Неужели я сегодня не уеду из-за этого болвана?» Андерсон распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно, что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсон воздел руки к небу и яростно потряс кулаками. Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал ею Андерсону, снова нахлобучил ее на мальчишку, вскочил и скрылся за углом. Андерсон рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков. Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик песенку о нераспустившейся любви. Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсон взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло. Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь. Возница ворчал, что сам сатана придумал, должно быть отправлять дилижанса из Венеции в Верону по ночам. Пассажиры ничего не ответили. Возница помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что кроме агарка в жестяном фонаре свечей больше нет. Пассажиры и на это не обратили внимания. Тогда Возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона глухая дыра, где порядочным людям нечего делать. Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить Вознице. Пассажиров было трое – Андерсон, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсону то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости агарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз по-иному, как ему приходило в голову. «Не погасит ли агарок?» спросил Андерсон. «Сейчас он не нужен, потом в случае необходимости нам нечего будет зажечь». «Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу», воскликнул священник. «Почему?» «Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего, нельзя исправить». «Очевидно», спросил Андерсон, «ваше преподобие не принадлежит к этой легкомысленной нации». «Я австриец», сердито ответил священник. Разговор оборвался. Андерсон задул агарок. После некоторого молчания дама сказала, «В этой части Италии лучше ездить ночью без света». «Нас все равно выдает шум колес», возразил ей священник и недовольно добавил. Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников в качестве провожатого. «Мой провожатый», ответила дама и лукаво засмеялась, «сидит рядом со мной». Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова. Как только агарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, слышнее шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукование дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота. «Удивительно», промолвил Андерсен, «В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины». «Сейчас все переменится», сказала дама. «Мы подымаемся на холмы, там воздух теплее». Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогой холм. Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями. Андерсон опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсон сорвал с нее на память несколько листьев. Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство. Они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него Андерсона именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослинную подкову. «Ночь», сказал про себя Андерсон. Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсону это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем. В этих историях Андерсон представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют цветами поэзии. На самом же деле Андерсон был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут хампельманами. С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба. Андерсон задремал. Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи. Дилижант стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсон прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижант в пути. Голоса женщин были такими вкратчивыми и звонкими, что весь этот мелодичный торт напоминал речетатив из старинной оперы. Возница не соглашался подвести женщин до какого-то, очевидно, очень маленького городка или местечка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой уверяли, что они сложились втроем и больше денег у них нет. «Довольно», сказал Андерсон Возницы, «я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете, и прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор». «Ладно, красавица», сказал Возница женщинам, «садитесь, благодарите Мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами, он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс, а вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны». «У Иисусе», простонал священник, «садитесь рядом со мной, девушки», сказала дама, «так нам будет теплее». Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсона, сели и затихли. Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсон смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек. Дилижанс тронулся, снова затрещал гравий под колесами, девушки начали шептаться. «Они хотят знать», сказала дама, и Андерсон догадался, что она усмехается в темноте. «Кто вы такой? Действительно ли вы иностранный принц или обыкновенный путешественник Форестхер? «Я предсказатель», ответил незадумываясь Андерсон. «Я умею угадывать будущее и видеть в темноте, но я не шарлатан, и, пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет». «Да что же вы можете увидеть в этой темноте?» удивленно спросила одна из девушек. «Хотя бы вас», ответил Андерсон. «Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью». Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякой раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки. В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей поэтической силы и власти над человеческим сердцем. Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли, все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет. Андерсон не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третий — даром импровизации. «Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса», помолчав спокойно, сказал Андерсон. «Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и даже больше того полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вы девушки с легкими светлыми волосами. Вы хохотушки и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде». «Ой, Николина, это же он говорит про тебя», громким шепотом сказала одна из девушек. «У вас, Николина, горячее сердце», так же спокойно продолжал Андерсон. «Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи льей через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти». «Правду я говорю?» «Да уж пошла бы», смущенно пробормотала Николина, «раз вы так думаете». «Как вас зовут, девушки?» спросил Андерсон. «Николина, Мария и Анна», охотно ответила за всех одна из них. «Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте, я плохо говорю по-итальянски, но еще в юности я поклялся перед Богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее не увидел». «Иисусе», тихо сказал священник, «его укусил тарантул, он обезумел». «Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой, это почти всегда замкнутые натуры, они переживают наедине сжигающую их страсть, она как бы изнутри опаляет их лица, вот вы такая, Мария, судьба таких женщин часто бывает необыкновенной, или очень печальной, или очень счастливой». «А вы встречали когда-нибудь таких женщин?» спросила дама. «Не далее, как сейчас», ответил Андерсон. «Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня». «Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь», сказала дрогнувшим голосом дама. «Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке». «И ко мне», добавила она в полголоса. «Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту». «Так как же», спросила Мария, «буду я счастлива или нет?» «Вы очень многого хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка, поэтому вам не легко быть счастливой, но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии, а может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это, в конце концов, все равно». «Сударь», застенчиво сказала Мария, «я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить, а что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас». «Найдите его», воскликнул Андерсон, «и он вас полюбит». «Мария», радостно сказала Анна, «так это же тот молодой художник из Вероны». «Замолчи», прикрикнула на нее Мария. «Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать там», сказала дама. «Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гви Чиолли, я живу в Вероне. Каждый Веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону, и вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик». Мария нашла в темноте руку Елены Гви Чиолли и прижала к своей горячей щеке. Все молчали. Андерсон заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли, значит, ночь перевалила за половину. «Ну, а что же вы мне ничего не посулили?» спросила Анна, самая разговорчивая из девушек. «У вас будет много детей», уверенно ответил Андерсон. «Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умыть и причесать. В этом вам поможет ваш будущий муж». «Уж не Пьетро ли?» спросила Анна. «Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро. Вам еще придется тратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза». «В паспских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи», сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова. Девушки опять о чем-то пошептались, шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала, «А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь, мы-то не умеем видеть в темноте?» «Я бродячий поэт», ответил Андерсон, «Я молод, у меня густые волнистые волосы и темный загар на лице, мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних». «Какие, например?» спросила Елена Гвичиоли. «Что же вам рассказать?» «Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необыкновенные вещицы. Не было только финика, его, наверное, утащила ворона. «Если бы вы только видели, каким восторгом горели глаза малютки. Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы». «Вы обманули невинное создание», возмущенно сказал священник. «Это великий грех». «Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь, и, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам ваше преподобие, что ни в моих привычках выслушивать непрошенные наставления». Дилижанс остановился. Девушки сидели, не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвичиоли молчала, опустив голову. «Эй, красотки!» крикнул возница. «Очнитесь, приехали!» Девушки опять о чем-то пошептались и встали. Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсона за шею, и горячие губы прикоснулись к его губам. «Спасибо!» прошептали эти горячие губы, и Андерсон узнал голос Марии. Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, защекотав волосами лицо. А Анна крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился дальше по мощенной дороге. Андерсон выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинался рассвет. Верона поразила Андерсона великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа, но на душе у Андерсона спокойствия не было. Вечером Андерсон позвонил у дверей старинного дома Гвичиоли в узкой улице подымавшейся крепости. Дверь ему открыла сама Елена Гвичиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегало ее стан. Отцвет от бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсону совершенно зелеными, как у Валькирии, и невыразимо прекрасными. Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал. «Я так соскучилась», сказала она просто и виновато улыбнулась. «Мне уже не хватает вас». Андерсон побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины, каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку на ее платье. Он понимал это. Он думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности. И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда? Все равно его любовь окажется в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало? Такими женщинами, как Елена Гвичиоли владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю. Только в воображении уверял он себя, любовь может длиться вечно и может быть вечно окружена сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности. Поэтому он пришел к Елене Гвичиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда больше не встречаться. Он не мог прямо сказать ей об этом, ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу. Андерсон остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой. «Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане?» спросил Андерсон. «Канова», ответила Елена Гвичиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него на душе. «Я пришел откланяться», пробормотал Андерсон глухим голосом. «Я бегу из Вероны». «Я узнала, кто вы», глядя ему в глаза, сказала Елена Гвичиоли. «Вы христиан Андерсон, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви». «Это мой тяжкий крест», сознался Андерсон. «Ну что ж, мой бродячий и милый поэт», сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсону. «Бегите, спасайтесь, пусть ваши глаза всегда смеются, не думайте обо мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только слово, и я приду, как Николина, пешком за тысячи льё, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас». Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи. Андерсон увидел, как между тонких пальцев Елены гвичиоли, просочилась, блеснула, упала на бархат платье и медленно скатилась слеза. Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к её тёплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, обняла его голову, наклонилась и поцеловала в губы. Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал её солёную влагу. «Идите», тихо сказала она, «и пусть бог поэзии простит вас за всё». Он встал, взял шляпу и быстро вышел. Во всей Вероне звонили к вечерней колокола. Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге всё время. Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсон сказал одному молодому писателю, «Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности. Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали». Давно задуманная книга. Довольно давно, больше десяти лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу. Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей. Биографии должны быть короткие и живописные. Я начал составлять для этой книги список замечательных людей. В эту книгу я решил вставить несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался, людей безвестных, забытых, но мало в сущности уступавших тем людям, что стали известными и знаменитыми. Просто им не повезло, и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след памяти потомков. Большей частью это были бессребренники и подвижники, охваченные какой-нибудь всепоглощающей страстью. Среди них был речной капитан Оленин Волгарь, человек поистине феерической жизни. Он вырос в музыкальной семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю Европу. Он бросил учения и действительно обошел Италию, Испанию и Францию как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке. Я познакомился с Олениным Волгарем в 1924 году в редакции одной из московских газет. Однажды после работы мы попросили Оленина Волгаря спеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару и сухощавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой. Мы замерев слушали как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала вся в звоне труп и пороховом дыму Марсельеза. После скитаний по Европе Оленин Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурма на дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию В то время, когда я познакомился с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород. Он первый на свой страх и риск провел через узкие ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно. Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых морчугах, где река петляла так сильно, что даже от одного вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова. А Ленин Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и корчи на десятках рек. У него были свои простые неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках. В свободное время он переводил на русский язык божественную комедию Данте. Это был строгой, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя хорошим человеком на этой хорошей земле. И еще был у меня один простой и милый знакомый, директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России. Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготовляли дрова и делали всякую черную работу. Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по уличке около музея, тихой уличке, заросшей муровой, и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг. Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улички и снести их во двор. Каждая вещь в музее от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV века до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы нутрии, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота, была изучена и тщательно описана. Но этот скромный человек, говоривший всегда в полголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, когда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре. Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна, белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой каколово водой небольшого озера. Работать этому человеку было трудно, с ним мало считались. Работал он в тишине, никому не надоедал, но даже если бы его музей не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю. Недавно я нашел список замечательных людей, который составлял для этой книги. Он очень велик, вряд ли стоит приводить его полностью. Выберу из него наугад только несколько писательских имен. Рядом с каждым именем я делал короткие заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем. Приведу здесь некоторые из этих записей. Я упорядочил их и несколько расширил. Чехов У многих из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни. День жизни это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой. Все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния свои и чужие, и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав целую книгу, если не две, а то и все три. Однажды биограф Чехова Роскин предложил нам собравшимся зимой в Ялсенском доме писателей заняться этой, как он шутя говорил, работкой. Мы с радостью встретили идею Роскина. Каждый начал писать свою книгу одного дня. Но вскоре все бросили это занятие. Работка оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то, что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции. Все предлагала нам сама жизнь. Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда рассчитывал, что сохраню их, но тотчас же терял. Эти небрежные свои записи я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам проносит шаланду», считывая их с затрепанной папиросной коробки герцеговины флор. Но несколько коробок у меня все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и Чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записи. Я обещал одной газете написать статью о Чехове, но, начав ее, тут же убедился, что сейчас писать о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом статья, очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наше словарное богатство. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест. О Чехове сказано как будто все, но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство, в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог. Почти ничего не сказано о чувстве Чехова, всегда живого и милого нам человека, о чувстве сильном и благодарном. И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то чувство Чехова, которую я не могу еще точно определить. Записи эти, как я уже говорил, очень короткие. Например, 1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции ее зовут Каштанкой. Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое. Это было осенью 1950 года. Я пришел в Ялтинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было. Она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха-работница провела меня на террасу. Стояла та обманчивая и удивительная Ялтинская осень, когда нельзя понять, доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов. Цветы уже осыпались от каждого веяния, или вернее дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем и боялся прикоснуться к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память пусть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас отдернул ее. Снизу из сада на меня залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как описывал этот Чехов «Р-р-р-н-га-н-га-р-н-га-н-га!» Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и прислушалась. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза. Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно в три тона протрубил теплоход. Я услышал в комнатах голос Марьи Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать или не бессмертие ту долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку. Я тут же постарался отогнать эти мысли, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину своей жизни, чтобы услышать за дверью спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно. Со дня его смерти прошло 46 лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным. Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на порхание легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успокаивал себя нарочитыми мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, Постоянное движение соков под корой, такое же постоянное, как и ночное движение, светил над тихо шумящим морем. Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка. Сам не знаю почему, но, выслушав Марию Павловну, я сказал, у каждого должно быть была своя дама с собачкой, а если не было, то обязательно будет. Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила. После этого я много раз навещал Чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко, чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил. Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем, в ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я, по рассказам моряков, знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль, освещенное лампой с зеленым абажуром окно Чеховского кабинета. Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там дальше уже лежат в ночи древние малазиатские страны. Я разобрал еще одну запись. Зима в Ялте. Снег на Яйле. Его свет — надо уткой. Да, зимой на Яйле лежала кромка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту. Чехов все это видел так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марьи Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега. Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то, что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его. А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамина Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал их хозяин, тревожившийся только наедине с собой, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могли взволновать. В огромной мемуарной литературе о Чехове почти нет упоминания о том, что Чехов когда-нибудь плакал. И все же его слезы видел, например, писатель Тихонов, Серебров, когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Савой Морозовым на Урал. То были скрыты от всех ночные слезы одинокого по существу, брошенного и умирающего человека. И слезы свои, и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству, чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятностей. Я разобрал еще одну запись. «Россия всегда мало». И сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на литановские стога. Серые сумерки и бледная луна над близкими болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей в Туне. Потому что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов. Леса были покинуты, пустынны. Ночь одинока и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце от того, что он тратил время здесь, в Крыму, ничего не видя, когда ему нужно, да зарезу нужно было быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер. Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал всю ее нерассказанную и нераскрытую красоту. Сожаление о жизни, очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом уютном доме. И не только его. Почему-то каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился. Очевидно, гармоничность и содержательность чеховской жизни заставляли людей проверять по ней свою собственную жизнь. Запись, цепь фотографий напомнила один вечер, когда мне удалось достать сразу много карточек Чехова. Я разложил их по годам, от гимназических до последней карточки, сделанной перед смертью. Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова от бездумного обывателя и пустоватого шутника с легкой пошлинкой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества был поразительно нагляден. Он сам себя воспитал и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу. Две последние записи очень короткие, только по одному слову. Первая запись — гений, а вторая — доброта. Но ничего неясного в этих записях для меня нет. Чехов — писатель гениальный, это бесспорно. Но из уважения к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово. Чехов был скромен, как может быть скромным, только подлинно великий человек. Он не терпел чванства, спеси, хвастовства. Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надуто и спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем. В скромности — моральная сила и чистота народа. В бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума. Относительно записи доброта можно сказать очень много. Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с большим доброжелательством относился к людям, страдал за них и стремился им помочь. Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения, но он знал глубину человеческого горя и ужас людского несчастья, знал как врач и писатель и требовало к людей милосердия друг к другу. Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах, таких как «Рим в 11 часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские воры», «Мечты на дорогах» вышло из чеховского гуманизма. Этой чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает одного из важнейших качеств – силы воздействия на душу читателя. Вот расшифровка записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я смог поделиться своими мыслями о Чехове, обаятельном человеке и замечательном писателе. Самое его существование напоминает нам о возможности и достижимости подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем. Александр Блок Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине, и при том рассказать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину. Как передать хрустальный, по выражению Блока, звон пушкинских стихов, возникающий в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах? Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, тем оно великолепнее, тем труднее рассказать о нем нашими омертвевшими словами. Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока. Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока, тем труднее вериться в самый факт существования среди нас, этого гениального человека. Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих мифов. В частности, для меня Блок стоит в ряду любимейших, полулегендарных, а то и вовсе легендарных людей, таких как Орланд, Петрарка, Абеляр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор непонятый Лермонтов, мальчик, успевший сказать за время своей короткой жизни о жаре души, растраченном в пустыне. Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова, в томлениях его уступленных, тоска небывалой весны. Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что никогда не видел и не слышал Блока. Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом. Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго не затихающей струны. Тот блок, о котором я говорю, прочно существует в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей. У меня так часто падало сердце от каждой наугад прочитанной и поющей его строки. Этот голос он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам. Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности. Таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, пора уже в дорогу бренные пожитки собирать. Среди бренных пожитков никогда не будет стихов Блока, потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет чудо из божьих чудес, свободное русское слово. Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал, сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно. Оборванная жизнь необратима. Блока человека мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, попирающее часто жестокие законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство. Оно может создать в нашем сознании все и воскресить все. Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовой и полюбите ее как живого реального человека. Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести, совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскудела талантами, и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю. Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе. Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен отступать от подлинных событий. Но в главном я более или менее придерживаюсь этих событий. В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть должно быть у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, не вышла в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении. И вот про эту-то вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей. Вот в этой второй автобиографии я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что думаю, с той великой признательностью и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе. Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно? Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически закончена и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Повторяю, я не видел Блока. Последние годы его жизни я был далеко от Петербурга, но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю. Быть может, это выглядит несколько наивно, но я ищу встречи со всеми, что было связано с Блоком, с людьми, с обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта. Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка, на набережной этой реки, на углу теперешней улицы Декабристов, жил Блок. Пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил? Я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводырю, приведет меня за руку к порогу его дома. Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось наводнение, и были закрыты мосты. Я только продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов. Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары Балтийской бури. И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один. Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью и радостью просто от того, что мы ищем дом Блока. Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью. Был октябрьский день, мглистый, с кружащейся, опадающей листвой. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки. У Блока есть выражение «тень осенних дней». Так вот, был день, наполненный этой тенью, темноватый и холодный. Слепо блестели стекла особняков, израненных во время блокады осколками снарядов. Пахло каменоугольным дымом, его, должно быть, наносило из порта. Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что блок чаще возвращался домой именно этим путем, а не по скучной офицерской улице. Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же у берега, пустынной в этом месте Невы, какие-то девушки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий виск пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку. За темным каналом, это и была пряжка, подымались стапели судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса. Я знал, что окна квартиры блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье. Мы вышли на пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом, кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом блока. «Ну вот мы и пришли», — сказал я своей спутнице. Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась держаться, но слезы не слушались ее, все набегали и маленькими каплями скатывались с ресниц. Потом она схватилась за мое плечо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть слезы. В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место, и этот свет казались священными. Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь, застенчивую и благодарную. Юность отдает свое призвание юному поэту, потому что блок в нашем представлении всегда был и всегда останется юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов. Даже в свои последние годы, незадолго до смерти, блок, измученный, никому не высказанный внутренней тревогой, так и оставшийся неразгаданной, сохранил внешние черты молодости. Здесь следует сделать одно маленькое отступление. Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества. Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание, даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, раение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге. В этом смысле блок безошибочно воздействовал на многих поэтов и писателей. Воздействовал не только стихами, но и обстоятельствами своей жизни. Я приведу здесь один, может быть, не очень характерный, но пришедший мне на память пример. У писателя Александра Грина есть посмертный и еще не опубликованный роман «Недотрога». Обстановка и многие детали этого романа совпадают с рассказами Блока о его жизни в Британии, в маленьком порту Абервраке. Там блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхищение. Все было сказочно интересным. Он пишет матери, мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов прошлого века, который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут Мельпомена. На носу белая статуя, стремящаяся в море. Еще один характерный отрывок из письма. Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден почетного легиона. Я думаю, замечает Блок, русские сделали бы тоже. Так вот, вблизи Аберврака, на острове, был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дешево продавало его за полной старостью и ненадобностью. Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже посчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в 25 тысяч франков. В этом форте все было романтично. И полуразрушенные подъемные мосты, казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки. Родные отговорили Блока от покупки. Но он рассказывал друзьям и знакомым о старом форте. Мечта не так легко уступала трезвым соображениям. Грин услышал этот рассказ и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей-дочерью, прозванной Недотрогой, покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает заброшенные валы в душистые заросли и цветники. В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан сам форт. Добрый, давно разоруженный, мирный, романтический. Прекрасно также описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов. Должен признаться, что некоторые стихи Блока натолкнули и меня на странную, на первый взгляд, идею написать несколько рассказов, связанных с этими стихами общностью настроения. Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия». И невозможное возможно, дорога долгая и легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка. Я не хочу и не могу давать свое толкование к жизни и поэзии Блока. Я не очень постигаю пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества. Мне чуждо его ощущение рокового одиночества, безвыходные сомнения и катастрофические падения, слишком усложненное восприятие им революции. Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его зрелых стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишенные живых образов, живой крови, бесплотные – это только затянувшееся гимназическое увлечение. Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи. Непонятно, например, его любовь к нищей России. Как можно было, с точки зрения нынешней молодежи, любить ту страну, где низких нищих деревень не счесть, не смерить оком и светит в потемневший день костер в лугу далеком? Это трудно понять молодежи, потому что такой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось поколение, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов. Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и коллег, постоянным чувством, живущей рядом, в лесах, в озерах, в гнилых колодцах, в плаче старух, в заколоченных избах, томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. Дремлю, и за дремотой тайна, и в тайне ты почиешь Русь. Нужно было большое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, причитания, запах золы, бурьяна, и увидеть за всей этой скудостью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Ее видели и многие предшественники Блока. Но эта Русь умерла. Блок оплакал ее и отпел. Не в богатом покоишься гробе. Ты убогая финская Русь. Новая Россия, новая Америка встает для Блока в южных степях. Нет, не вьются там по ветру чубы, Не пестреют в степях бунчуки. Там чернеют фабричные трубы, Там заводские стонут гудки. Для людей старшего поколения почти в равной степени Знакома и старая и новая Русь. В таком обширном знании России богатство этого поколения. Нельзя знать новую Россию, не зная старой, Не зная всего, что чуть начудила и меряно мерила, Не зная старой деревни, Не зная очарованных странников, Бродивших по всей стране, Не увидев заката в крови над полем Куликовым. Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, Испытывая каждый раз сердцебиение, Угорать от их томительных напевов И без конца удивляться тому, Что они входят в память внезапно и навсегда. В этих стихах, особенно в незнакомке и в ресторане, Поэтическое мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется непостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе. И коварния северной ночи, И хмельней золотого аи, И любови цыганской короче, Были страшные ласки твои. Стихи Блока о любви Только крепнут от времени, Томят людей своими образами, И веют древними поверьями Ее упругие шелка. Я вижу берег очарованный И очарованную даль, И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу. Это не столько стихи О вечно женственном, Сколько порыв огромной поэтической силы, Берущей в плен и искушенные, И неискушенные сердца. Какая-то неведомая сила Превращает стихи Блока В нечто высшее, Чем одна только поэзия, В органическое слияние поэзии, Музыки и мысли, Согласованное с биением Каждого человеческого сердца В то явление искусства, Которое не нашло еще Своего сколько-нибудь Удачного определения. Достаточно прочесть Одну всем известную строфу, Чтобы убедиться в этом. Ты рванулась Движением испуганной птицы, Ты прошла, Словно сон мой легка, И вздохнули духи, Задремали ресницы, Зашептались Тревожно шелка. Блок прошел В своих стихах и прозе Огромный путь российской истории От безвремени девяностых годов До Первой мировой войны, До сложнейшего переплетения Философских, Поэтических, Политических И религиозных школ, Наконец, До Октябрьской революции В белом венчике изрос. Он был хранителем поэзии, Ее менестрелем, Ее чернорабочим И ее гением. Блок говорил, Что гений излучает свет На неизмеримые Временные расстояния. Эти слова Целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу Каждого из нас, Писателя и поэта, Может быть, Не сразу заметно, Но необычайно значительно. Еще в юности Я понял смысл Его величайших слов И поверил им. Сотри случайные черты, И ты увидишь. Жизнь прекрасна. Я стремился следовать Этому совету Блока. И я ему глубоко благодарен. Мы живем В светоносном излучении Его гения, И оно дойдет, Быть может, Только более ясным Для будущих поколений Нашей страны. Гиде Мапасан Он таил От нас Свою жизнь. Ренар О. Мапасане У Мапасана Была на ривьере Яхта Милый друг. На этой яхте Он написал Самую горькую И потрясающую Свою вещь На воде. На милом друге У Мапасана Служили двое матросов. Старшего Звали Бернар. Матросы Ни словом, Ни жестом Не выдавали Мапасану Своей тревоги За него, Хотя и видели, Что с хозяином В последнее время Творится что-то неладное, И он может сойти с ума Не то что от мыслей, А от одних Только невыносимых Головных болей. Когда Мапасан умер, Матросы прислали В редакцию Одной из парижских газет Короткое и неумелое письмо, Полное большого Человеческого горя. Может быть, Только двое Этих простых людей Знали, Вопреки общему Предвзятому мнению О Мапасане, Что у их хозяина Было чуткое И стыдливое сердце. Что они могли сделать В память Мапасана? Только стараться Изо всех сил, Чтобы его любимая яхта Не попала В чужие равнодушные руки. И матросы старались. Они оттягивали Ее продажу Сколько могли. А они были люди Бедные, И один лишь Бог Знает, Как это было им трудно. Они обращались К друзьям Мапасана, К писателям Франции, Но тщетно. Так яхта и перешла К богачу и бездельнику Графу Бартолемни. Когда Бернар умирал, Он сказал окружающим, Думаю, что я был неплохой моряк. Нельзя с большей простотой Выразить мысль О благородстве прожитой жизни. К сожалению, Очень немногие могут С полным правом сказать О себе такие слова. Эти слова завещания, Которые устами своего матроса Оставил нам Мапасан. Он прошел Поразительно быстрый И блестящий Писательский путь. Я вошел в литературную жизнь Как метеор, Говорил он, И выйду из нее Как молния. Беспощадный наблюдатель Человеческой скверны, Анатом, Называвший жизнь Клиникой для писателей, Незадолго до своего конца Он потянулся к чистоте, К прославлению, Любви страдания И любви радости. Даже в последние часы, Когда ему казалось, Что его мозг Изъеден какой-то Ядовитой солью, Он с отчаянием Думал о том, Сколько сердечности Он отшвырнул От себя В своей торопливой И утомительной жизни. Куда он звал? Куда он вел За собой людей? Что он им обещал? Помог ли он Своими сильными руками Лодочного гребца И писателя? Он понимал, Что этого он не сделал, И что если бы К его разоблачениям Прибавилось сострадание, Он мог бы остаться В памяти человечества Гением добра. Он тянулся к нежности, Как брошенный ребенок, Хмурясь и стесняясь. Он поверил, Наконец, В то, Что любовь Не только вожделение, Но и жертва, И скрытая радость, И поэзия этого мира. Но было уже поздно, И на его долю Остались одни укоры Совести И напрасные сожаления. И он жалел, Он глубоко досадовал на себя За небрежно отброшенное И осмеянное счастье. Ему вспоминалась Русская художница Башкирцева, Почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь Насмешливой, Даже несколько кокетливой Перепиской. Его тщеславие мужчины Было удовлетворено. Большего он не хотел. Но что Башкирцева? Гораздо сильнее он жалел О молодой работнице Одной из парижских фабрик. Случай с этой работницей Описал Поль Бурже. Мапасан негодовал. Кто дал право Этому салонному психологу Не прошу наврываться В подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мапасан, виноват в этом. Но чем поможешь? Что поделаешь, Когда уже нет сил И соль слоями оседает У него в голове? Он даже слышит По временам треск Ее маленьких острых кристаллов, Когда они вонзаются в мозг. Работница. Наивная, прелестная девушка. Она начитала с его рассказов, Один только раз в жизни Видела Мапасана И полюбила его Со всем пылом своего сердца, Такого же чистого, Как и ее сияющие глаза. Наивная девушка. Она узнала, Что Мапасан не женат и одинок, И безумная мысль Отдать ему свою жизнь, Заботиться о нем, Быть его другом, Женой, Рабой и служанкой, Зародилась у нее с такой силой, Что она не могла ей противиться. Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала И откладывала сантим за сантимом, Чтобы сшить себе изящный туалет И появиться в нем перед Мапасаном. Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, Когда Париж еще спал, Когда сны заволакивали его, Как туман, И сквозь этот туман Неярко светило Только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, Когда в аллеях лип на бульварах Можно было услышать пение птиц. Она облилась холодной водой И медленно и осторожно, Как невесомые душистые драгоценности, Начала надевать на себя Тончайшие чулки И маленькие блестящие туфли, И, наконец, прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало И не поверила своему отражению. Перед ней стояла Искрящаяся радостью и волнением Тонкая, прелестная женщина С темными от любви глазами И нежным малым ртом. Да, такой она появится Перед Мапасаном И признается ему во всем. Мапасан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мапасана Жуир, циник и ловелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, Сказал, что господина Мапасана нет дома, Что он уехал на несколько дней Со своей любовницей Ветрыта. Девушка вскрикнула И быстро пошла прочь, Хватаясь маленькой рукой В слишком тугой лайковой перчатке За прутья железной ограды. Друг Мапасана догнал ее, Усадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, Бессвязно говорила о мести И в тот же вечер, На зло себе, На зло Мапасану, Отдалась этому Жуиру. Через год Она уже была известна в Париже Как одна из молодых куртизанок. А Мапасан, Узнав тогда об этом От своего друга, Не выгнал его, Не дал ему пощечину, Не вызвал его на дуэль, А только усмехнулся. История с девушкой Показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, Это был неплохой сюжет для рассказа. Как страшно, Что сейчас нельзя было вернуть То время, Когда эта девушка Стояла за калиткой его дома, Как благоухающая весна, И доверчиво держала В протянутых к нему Маленьких ладонях Своё сердце. Он даже не знал её имени И называл её теперь Самыми ласковыми именами, Какие мог придумать. Он извивался от боли, Он готов был целовать следы Её ног И умолять о прощении. Он — Недоступный великий Мапасан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история Послужила лишь поводом Для того, Чтобы Бурже Мог написать Ещё один забавный анекдот Из области Малопонятных Человеческих чувств. Малопонятных? Нет. Очень понятных Теперь для Мапасана. Они благословенны, Эти чувства. Они святая святых Нашего несовершенного мира. И он написал бы сейчас Об этом Со всей силой Своего таланта И мастерства, Если бы не соль. Она съедала его, Несмотря на то, Что он выплёвывал её Целыми горстями, Целыми большими горстями. Иван Бунин Как не грустно В этом непонятном мире, Но он всё же Прекрасен. Иван Бунин Ещё в гимназии Я начал зачитываться Буниным. В то время Я мало знал о нём. Кое-что я узнал Из автобиографической заметки, Написанной самим Буниным Для словаря-писателей Венгерова. Там было сказано, Что Бунин Провёл своё детство В деревне Где-то между Ельцом И городком Ефремовым В тогдашней Тульской губернии, А потом учился В Елецкой гимназии. В холодном апреле 1916 года Я впервые приехала в Ефремов К родственнице, Одинокой старушке. Она звала меня Погостить у неё И отдохнуть После моих скитаний по югу. Старушка учительствовала В Ефремовской городской школе. Как все учительницы, Она часто болела ангиной, Лечилась она всякими способами, Даже по знахарскому методу Бунина. «Какого Бунина?» Спросил я удивлённо. «Евгения Алексеевича, Брата писателя, Он служит у нас В Ефремове в Акцизе, Открыл способ лечить ангину, Натирает шею сухой шкуркой, И ангина тотчас проходит. Только мне не помогла Эта шкурка, А Евгений Бунин Деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, Говорят, Человек чудесный, Замечательный, Он иногда сюда приезжает». С той минуты, Как я узнал, Что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, Хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне Воплощением российского провинциального уюта. Почти все наши захолостные города Были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, Были типичными Ефремовыми, С опущенными монастырскими подворьями, С землистыми ликами угодников Над каменными вратами церквей, С заливистыми колокольцами На тройке исправника, Со строгом на выгоне, С земским собранием, Единственным домом, Где у подъезда горел калильный фонарь, С крикливыми галками На кладбищенских липах И глубокими оврагами. Летом в них стенами Стояла глухая крапива, А зимой на сером от золы снегу Сизо чадили головешки, Выброшенные из печей и самоваров. Тогда в Ефремове Вошла в меня Бунинская Россия И завладела мной надолго. Елец был рядом. Я решил съездить туда, Чтобы посмотреть этот бунинский город. С ранней юности У меня была неистребимая страсть Посещать места, Связанные с жизнью Любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал И считаю до сих пор Холм под стеной Святогорского монастыря В Псковщине, Где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых дали, Какие открываются с этого холма, Мало в России. Из Ефремова до Ельца Ходил рабочий поезд, Так называемый Максим Горький. Я поехал на нем в Елец. Холодный рассвет Застал меня в дребезжащем Старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой И читал в растрепанной Старой книжке журнала Современный мир Бунинский рассказ Илья Пророк. По своей пронзительной горечи Этот рассказ Один из лучших В русской литературе. Каждая подробность, Каждая черта этого рассказа, Даже бледный, Как сава на псы, Щемило сердце Предчувствием Неизбежной беды, Нищенствами, Сиростью, Ставшими уделом Тогдашней России. От этой России Временами хотелось Бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят И в горьком ее унижении. Бунин тоже ушел От своей единственно Любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно Гордый и строгий, Он до конца своих дней Тяжело страдал по России И пролил по ней Много скрытых слез В чужих ночах Парижа И Грасса, Слез человека, Добровольно Изгнавшего себя Из Отечества. Я ехал в Елец. Тощие зеленя Тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал В жестяных вентиляторах, Гнал низкие тучи. Я перечитывал Илью Пророка, Перечитывал скорбную историю Семена Новикова, Крестьянина Елецкого уезда Предтечинской волости. И старался понять, Как, какими словами, Каким волшебством Достигнуто это подлинное чудо. Чудо создания короткого И сильного, горестного И великолепного рассказа. В Ельце я не останавливался В гостинице. Для этого я был тогда Слишком беден. Весь день до позднего вечера, Когда отходил обратный поезд Наефремов, Я бродил по городу И очень, конечно, устал. Был серый высокий день. Пошел неожиданный Запоздалый снежок. Ветер сдувал его С мостовых, Обнажая каменные, Избитые подковами, Белые плиты. Город был весь каменный. Чудилось в этом Его каменном обличье Что-то от крепости. Оно чувствовалось И в пустынности улиц, И в их тишине. Я слышал, Что Елец Всегда был шумным Торговым городом И удивлялся Этому городскому покою, Пока не понял, Что тишина и малолюдство Следствие войны. Елец действительно Был крепостью. Бунин в жизни Арсеньева Говорил о нем. Город Гордился своей древностью И имел на то полное право. Он и впрямь Был одним из самых Древних русских городов. Лежал среди великих Черноземных полей Подстепья На той роковой черте, За которой некогда Простирались земли Дикие и незнаемые. А во времена Княжеств Суздальского И Рязанского Принадлежал к тем Важнейшим оплотам Руси, Что, по слову летописцев, Первые вдыхали бурю, Пыль и хлад Из-под грозных Азиатских туч. Почти каждое слово В этом отрывке Доставляет наслаждение Своей простотой, Точностью, Образностью. Чего стоят Одни только слова О том, Что эти древние города Вдыхали бурю И хлад Азиатских набегов. Эти слова Воскрешают Тревожный свист Караульных, Грохот колотушек По чугунным доскам, Призыв всех жителей На городские валы. Я долго Простояла Около здания Мужской гимназии С каменным двором. В этой гимназии Учился Бунин. Внутри было тихо, За окнами шли уроки. Потом я прошел Через базарную площадь, Удивляясь Обилию запахов. Пахло укропом, Конским навозом, Старыми сельдяными бочками, Ладаном Из открытых дверей церкви, Где кого-то отпевали. Пахло палом, Уже перебродившим листом, Из садов за высокими Серыми заборами. Я напился чаю в трактире. Там было пусто И холодновато. Из трактира я пошел На окраину города. До поезда оставалось Еще много времени. На окраине, Уходящем в низину Длинном и голом выгоне, Чидили и звенели От ударов по наковальням Черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась Кладбищенская стена. Я зашел на кладбище. Чуть позванивали И скрипели от ветра Побитые фарфоровые розы И жестяные заржавленные листья На погребальных венках. Кое-где на железных Светиеватыми завитушками И облупившейся масляной краской Крестах Виднелись коричневые, Смятые дождями Фотографии в металлических Медальонах. К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал Одинок, но редко испытывал Такое горькое ощущение Непрекаянности, как в тот вечер В Ельце. Где-то рядом, за стенами домов, В теплых комнатах, шла жизнь, Может быть, веселая и светлая, А может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном Зале третьего класса, Где воняло керосином И дуло холодом по ногам. У каждого в жизни бывали странные, Порой приятные, Порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение Случилось в этот вечер На Елецком вокзале. Я купил в газетном киоске Сырой номер русского слова. В зале третьего класса Из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, Чтобы напиться чаю В ярко освещенном вокзальном буфете, И даже дать какую-то мелочь Подвыпившему официанту. Я сел в буфете за стол Около пустого мельхиорового ведра Для шампанского И развернул газету. Опомнился я только через час, Когда вокзальный швейцар, Мотая колокольчиком, Прокричал нарочито гнусавым голосом. Второй звонок на Ефремов, Волова, Тулу! Я вскочил, Бросился в вагон И просидел, Забившись в угол Около темного окна До самого Ефремова. Все внутри у меня дрожало От печали и любви. Кому? К дивной девушке, К убитой вот на этом вокзале Гимназистке Оли Мещерской. В газете был напечатан Рассказ Бунина «Легкое дыхание». Я не знаю, Можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, Это озарение, Самая жизнь с ее трепетом И любовью, Печальное и спокойное Размышление писателя Эпитафии девичьей красоте. Я был уверен, Что проходил на кладбище Мимо могилы Оли Мещерской, И ветер робко позванивал В старом венке, Как бы призывая меня остановиться. Но я прошел, Ничего не зная. Ой, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу Всеми цветами, Какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости Ее судьбы. За окнами дрожали, Погасая, Редкие жалкие огни деревень. Я смотрел на них И наивно успокаивал себя тем, Что Оля Мещерская Это бунинский вымысел, Что только склонность К романтическому приятию мира Заставляет меня страдать Из-за внезапной любви К этой погибшей девушке. Пожалуй, в эту ночь В холодном вагоне Среди черных и серых полей России, Среди шумящих от ночного ветра Еще не распустившихся Березовых рощ, Я впервые до конца, До последней прожилки Понял, что такое искусство И какова его Возвышающая и вечная сила. Я несколько раз Разворачивал газету И перечитывал При умирающем огне свечи, А потом при водянистом свете Бездомной зари Все одни и те же слова О легком дыхании Оли Мещерской, О том, что теперь Это легкое дыхание Снова рассеялось в мире, В этом облачном небе, В этом холодном весеннем ветре. Второй съезд советских писателей Встретил овации слова о том, Что Бунин должен быть Возвращен русской литературе. И он был возвращен. Были возвращены на родину Драгоценнейшие бунинские вещи, И в их числе Повесть «Жизнь Арсеньева». Об этой повести писать трудно, Почти невозможно, Так же, как о самом Бунине. Он так богат, так щедр, Так многообразен, Так беспощадно и точно Видит любого человека, От господина из Сан-Франциско До плотника Аверкия, Видит каждый малейший жест И каждое душевное движение Так удивительно ясно, Одновременно строго и нежно, Говорит о природе, Неотделимое от течения Человеческих дней, Что писать об этом, Как говорится, Из вторых рук, Бесполезно и почти бессмысленно. Бунина надо читать И навсегда отказаться От жалких попыток Рассказывать обыденными, Небунинскими словами О том, Что написано им С классической силой И четкостью. Нельзя рассказать Своими словами Ненастный день Потух Пушкина Над вечным покоем Левитана Или воздушный корабль Лермонтова. Это так же бесполезно, Как поверять сухой алгеброй Гармонии Моцарта И других великих композиторов. Поэтому я не буду делать Напрасных попыток Пересказывать Бунина И толковать его вещи Применительно к злобе дня. Злоба дня, Иными словами, Понятие современности, Не может существовать Бестеснейшей связи Со всем, Что предшествовало Нашему времени И что в какой-то мере Его определило. Книги Бунина Тем и замечательны, Что они целиком В своем времени И вместе с тем Связаны живой связью С прошлым нашего народа. В прозе и поэзии Бунина Явственно присутствует Ощущение жизни Как длительного И в основе своей Прекрасного пути От рождения человека До его смерти. Особенно сильное Это ощущение Выражено в жизни Арсеньева. Эта повесть Не только словословие России, Не только итог жизни Бунина, Не только выражение Глубочайшей Поэтической его любви К своей стране, Выражение печали И восторга перед ней, Изредка блещущего Со страниц книги Скупыми слезами, Похожими на редкие Ранние звезды На небосклоне. Это еще нечто другое. Это не только вереница Русских людей, Крестьян, детей, Нищих, Раззарившихся помещиков, Просолов, студентов, Юродивых, художников, Прелестных женщин, Многих людей, Присутствовавших На всех путях И перепутих писателя И написанных С резкой, Порой ошеломляющей силой. Жизнь Арсеньева В каких-то своих частях Напоминает Картины художника Нестерова «Святая Русь» И «На Руси». Эти полотна Наилучшие выражения Своей страны и народа В понимании художника. Перелески и взгория, Почернелые бревенчатые церкви, Позабытые погосты и деревеньки. И на их фоне Вся Русь, Древний царь В тяжелой парче И литом золоте, Робкие сермяжные мужички, Подпаски с длинными кнутами, Странники и странницы В скуфейках, Девушки с опущенными, Будто насурмленными ресницами, Что бросают нежную тень На их бледные лица, Озаренные каким-то целомудренным Внутренним светом. Юроды, Поберушки, Истовые старухи, Грозные старцы с посохами, Белоголовые дети. В толпе Лев Толстой, Они вдалеке от него, Достоевской, Они вместе со своим Ищущим правды народом Идут в ясные, Но пока еще далекие дали, О которых они не уставали Говорить всю жизнь. Что-то общее У этих картин с книгами Бунина. С тем только отличием, Что родная страна у Бунина Еще скромнее и беднее, Чем у Нестерова. Срединная наша Россия Предстает у Бунина В прелести серых дней, Покое полей, Дождях и туманах, А порой в бледной лучезарности, В тлеющих широких закатах. Здесь уместно будет сказать, Что у Бунина Было редкое и безошибочное Ощущение красок и освещения. Мир состоит Из великого множества Соединений красок и света. И тот, кто легко и точно Улавливает эти соединения, Счастливейший человек, Особенно если он художник Или писатель. В этом смысле Бунин Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью Он видел все, И среднерусское лето, И пасмурную зиму, И скудные свинцовые Спокойные дни поздней осени, И море, Которое из-за диких лесистых холмов Вдруг глянуло на меня Своей темной громадной пустыней. В записках Бунина Есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора Прелестных облаков», Записал Бунин, И этим как бы открыл нам Одну из тайн Своей писательской жизни. Это слова о приближении Неизбежного и милого труда, Связанного у Бунина С летней порой, Порой облаков, Порой дождей, Порой цветения. Этими четырьмя словами Бунин отмечает Начало своей работы По наблюдению за небом, По изучению облаков, Всегда таинственных И притягательных. Каждый раз, Когда читаешь Бунинские строки о лете, Вспоминаешь эту его запись. Слова о лете У него всегда томительны, Даже если и занимают Всего две строки. Отцвел и оделся сад, Целый день пел Соловей в саду, Целый день были подняты Нижние рамы окон. Бунин одинаково остро И тонко видел все, Что привелось ему Увидеть в жизни. А видел он очень много, С юных лет Заболев скитальничеством, Непокоем, Жаждой непременно Увидеть все, До той поры невиданное. Он признавался, Что никогда не чувствовал себя Так счастливо, Как в те минуты, Когда ему предстояла Большая дорога. Есть некая крепкая связь Между такими явлениями, Как свет, Запах, Звук и цвет. В чем эта связь? Хотя бы в том, Что, глядя на неизвестные, Похожие на огромные крокусы цветы, На картине Ван Гога, Глядя на плотный свет, Напоминающий прозрачный сок Каких-то не наших плодов, Неожиданно вдыхаешь Сладковатый, Дразнящий запах этих плодов И свежее, Слабое дыхание Сырого морского песка. Этот запах, Как бы доносит до картинной галереи, Равномерный ветер С чужих островов. Читая Бунина, Часто ловишь себя На ощущениях такого же рода. Краска Рождает запах, Свет краску, А звук Восстанавливает ряд Удивительно точных картин. Все это вместе Рождает особое Душевное состояние То сосредоточенности И печали, То легкости И радости жизни С ее теплыми ветрами, Шумом деревьев, Беспредельным гулом океана, Милым смехом детей и женщин. О своем чувстве красок, Об отношении к цвету в природе, Бунин говорит в жизни Арсеньева. Я весь дрожал При одном взгляде На ящик с красками, Пачкал бумагу С утра до вечера, Часами простаивал, Глядя на ту дивную, Переходящую в лиловое, Синеву небо, Которое сквозит В жаркий день Против солнца В верхушках деревьев, Как бы купающихся В этой синеве, И навсегда проникся Глубочайшим чувством Истина божественного смысла И значения земных И небесных красок. Подводя итоги того, Что дала мне жизнь, Я вижу, Что это один из важнейших Итогов. Эту лиловую синеву, Сквозящую в ветвях и листве, Я и умирая Вспомню. Слегка приглушенные краски, Характерные для Средней России, Сразу же приобретают Зной и густоту, Когда Бунин говорит о юге, Тропиках, Малой Азии, О Египте и Палестине. Осенью 1912 года Бунин жил на Каприи И подолгу в то время Беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым. Сохранились записки Пушешникова Об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина, Человека очень сдержанного, В часы редкой его откровенности. Все эти записи говорят О неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона На тень от паровозного дыма, Таившую в воздухе, Бунин сказал, Какая радость существовать! Только видеть, Хотя бы видеть, Лишь один этот дым И этот свет. Если бы у меня не было рук и ног, И я бы только мог сидеть на лавочке И смотреть на заходящее солнце, То я был бы счастлив этим. Одно нужно только Видеть и слышать. Ничто не дает нам Такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня Этому искусству. Поэты не умеют описывать осень, Потому что они не описывают Красок и небо. Французы, Эродиа, Лекон де Лиль, Достигли необычайного Совершенства в описании. В записках Пушешникова Есть место удивительное, Раскрывающее тайну Бунинского мастерства. Бунин говорил, Что, начиная писать О чем бы то ни было, Прежде всего он должен Найти звук. Как скоро я его нашел, Все остальное Дается само собой. Что это значит, Найти звук? Очевидно, В эти слова Бунин вкладывал Гораздо большее значение, Чем кажется на первый взгляд. Найти звук – Это найти ритм прозы И найти основное ее звучание, Ибо проза обладает Такой же внутренней мелодией, Как стихи и музыка. Это чувство ритма и прозы И ее музыкального звучания Очевидно, органичны и коренится Также в прекрасном знании И тонком чувстве родного языка. Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил В прологе к пушкинскому Руслану Кругообразное легкое движение стихов Ворожбу Кругообразных непрестанных движений. И днем, и ночью Кот ученый Все ходит по цепи кругом. В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным. Из необъятного числа слов Он безошибочно выбирал Для каждого рассказа Слова наиболее живописные, Наиболее сильные, Скрепленные какой-то незримой И почти таинственной связью С повествованием И единственно для этого Повествования необходимые. Каждый рассказ И каждое стихотворение Бунина Подобны магниту, Который притягивает отовсюду Все частицы, Нужные для этого рассказа. Существует сейчас сказочник, Подобный христиану Андерсону, Он, может быть, Написал бы сказку о том, Как слетаются к писателю, Обладающему волшебным магнитом, Всякие неожиданные вещи, Вплоть до солнечного луча В кустарнике, Покрытым инеем, Лохмотив туч В сизых траурных ризах, А писатель располагает их В своем особом, Ему одному ведомом порядке, Обрызгивает живой водой, И вот в мире уже живет Новое произведение, Поэма, стихи или повесть, И ничто не может убить его, Оно бессмертно, Пока жив на земле человек. Язык Бунина прост, Почти скуп, Чист и живописен, Но вместе с тем Он необыкновенно богат В образном и звуковом отношении, От кемвального пения До звона родниковой воды, От размеренной чеканности До интонации удивительно нежных, От легкого напева До гремящих библейских обличений, А от них до меткого, Разящего языка Орловских крестьян. Я только упомянула Жизни Арсеньева, А между тем, Эта повесть требует Пристального чтения. Я назвал жизнь Арсеньева Повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, Еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, Единственный, Берущий человеческое сердце В мучительный И вместе с тем Светлый плен. Принято думать, Что жизнь Арсеньева Автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии Жизнь Арсеньева Была написана Слишком свободно. Это не автобиография. Это слиток Из многих земных горестей, Очарований, Размышлений и радостей. Это удивительный свод Событий одной человеческой жизни, Скитаний, Стран, Городов, Морей. Но среди этого Многообразия земли На первом месте Всегда наша Средняя Россия. Зимой Безграничное Снежное море, Летом Море хлебов, Трав и цветов. И вечная тишина Этих полей, Их загадочное Молчание. Бунину удалось В жизни Арсеньева Собрать свою жизнь В некоем Магическом кристалле, Но в отличие от Пушкинского кристалла, Даль этой повести, Даль жизни писателя Очень резко Очерчена, Просвечена До самого дна. Я продолжаю Называть жизнь Арсеньева Повестью, Хотя с таким же Правом Мог бы назвать Ее поэмой Или сказанием. Жизнь Арсеньева Это одно из Замечательнейших Явлений Мировой литературы. К великому счастью, Оно в первую очередь Принадлежит Литературе русской. В этой удивительной Книге Поэзия и проза Слились воедино, Слились органически, Создав новый Замечательный жанр. В этом слиянии Поэтического Восприятия мира С внешнепрозаическим Его выражением Есть нечто Строгое, Подчас суровое. Есть в самом стиле Этой вещи Нечто библейское. В этой книге Нельзя уже Отличить поэзию От прозы И многие ее слова Ложатся на сердце Как раскаленная печать. Достаточно прочесть Несколько строк о матери, Чтобы понять, Что Бунин нашел Для всего, О чем он хотел сказать, Единственно нужное И единственно Возможное выражение. Эти строки Нельзя читать Без душевного Потрясения. В далекой Родной земле, Одинокая, Навеки Всем миром Забытая, Да покоится Она в мире И да будет Вовеки Благословенно Ее бесценное Имя. Уже ли та, Чей безглазый Череп, Чьи серые Кости Лежат Теперь где-то Там, В кладбищенской Роще Захудалого Русского Несколько Отрывков. Залыка Кое-где Перелески Первобытно Просты, Родственны Своим Лозином И Соломи. У писателей Есть термин, Заимствованный У скульпторов Лепка Людей. У немногих Писатель Такая Безошибочно Верная И порой То безжалостная, То трогательная Лепка Людей, Как у Бунина. Вот, К примеру, Подпасок. Мальчишка Подпасок Был Необыкновенно Интересен. Пасконная Рубашонка И коротенькие Порчонки Были у него Дыра на дыре. Ноги, Руки, И лицо Высушено, Сожжены Солнцем И лупились. Губы болели, Потому что Вечно Жевал Он То кислую Ржаную Корку, То лопухи, То эти Самые Козельчики, Разъедавшие Губы До настоящих Язв, А острые Глаза Воровски Бегали, Ведь он Хорошо Понимал Всю преступность Нашей дружбы С ним, И то, Что он Подбивал И нас, Есть бог Знает что. Но до чего Сладка была Эта преступная Дружба. Как заманчиво Было все то, Что он нам Тайком, Отрывисто, Поминутно Оглядываясь Рассказывал. Кроме того, Он удивительно Хлопал, Стрелял Своим Длинным Кнутом И бесовски Хохотал, Когда пробовали И мы хлопать, Прибольно Обжигая себя По ушам Концом Кнута. Русский Пейзаж С его Мягкостью, Застенчивыми Веснами, С его Невзрачностью, Которая Через Короткое Время Оборачивается Тихой Печальной Красотой, Нашел Наконец Своего Выразителя, Никогда Не пытавшегося Его Приукрасить. Не было В русском Пейзаже Даже Самой Малой Малости, Которую Бы Не заметил И не Описал Бунин. Миновали Глинистый Пруд, Жарко И скучно Блестевший Своей Удлиненной Поверхностью В лощине Среди Выбитых Скотиной Косогоров. На них Кое-где Как-то Бесприютно На юру В раздумье Сидели Грачи. В жизни Арсеньева Есть Небольшая Глава. Она Начинается Словами. Очень Русское Было Все то, Среди Чего Я жил В мои Отроческие Годы. Дальше Бунин Говорит О большой Дороге Вблизи Деревни Становая О разбойниках Страхе Ночах Но какая Удивительная Картина Недавней России Набросана Здесь. Большая Дорога Возле Становой Спускалась В довольно Глубокий Лог По-нашему Верх И это Место Всегда Внушало Почти Суеверный Страх Всякому Запоздавшему Проезжему. И не раз Испытал В молодости Этот чисто Русский Страх И я Сам Проезжая Под Становой Все Представлялось Глядь А вот И они Не спеша Идут На перерез Себе С топориками Жестких В которых Чуть Маячили Городские Колокольни Помню Крещенские Морозы Наводившие Мысль На глубокую Древнюю Русь На те Стужи От которых Земля На сажень Трескалась Тогда Над белоснежным Городом Совершенно Потонувшим В сугробах По ночам Грозно Горело На черно-вороненом Небе Белое Созвездие Ориона А утром Зеркально Зловеще Блистало Два Тусклых Солнца И в Тугой Звонкой Недвижности Жгучего Воздуха Весь Город Медленно И дико Дымился Алыми Дымами Из труб И весь Скрипел И визжал От шагов Прохожих И ссанных Полосьев Говоря о Бунине Невольно Делаешься Человеком Навязчивым Все время Хочется Показать Собеседнику Читателю Прекрасные Места Бунинских Книг Одно За другим Последнее Но оказывается Что дальше Еще лучшее место И нет сил Промолчать О нем Вот например Слова о юности И почти Детской любви Каждый думает О минувшей юности С грустью Тогда мы Любили любовь И все Что она Приносила нам И семицветную Звезду Тихо мерцавшую На востоке Далеко за садом За деревней За летними Полями Откуда иногда Чуть слышно И потому Особенно Очаровательно Доносился Далекий Бой Перепела И дыхание Спящей Любимой Девушки Как же Передать Те чувства С которыми Смотрел я Мысленно Видя там В этой комнате Лизу Спящую Подлепит Листьев Тихим Дождем Струящихся За открытыми Окнами В которые То и дело Входит И веет Этот теплый Ветер С полей Лилия Ее Полудетский Сон Чище Прекраснее Которого Не было Казалось На всей Земле Чем больше Я читаю Бунина Тем яснее Становится Что Бунин Почти Неисчерпаем Во всяком Случай Нужно Много Времени Чтобы Узнать Все Им Написанное И Узнать Бунинскую Бурную Несмотря На Иллигичность Автора Неспокойную И стремительную В своем Движении Жизнь Часть Своей Жизни Бунин Рассказал Сам В жизни Арсеньева И во Многих Рассказах Которые Почти Все В той Или Иной Мере Связаны С его Биографией Часть Рассказала Его В Париже Свою Книгу Жизнь Бунина Очень Ценный Свод Воспоминаний И материалов О Бунине Жизнь Бунина Вся До последних Дней Была Отдана Скитанием И творчеству Бунин Был Смел Честен В своих Убеждениях Он Один Из первых В своей Деревне Развенчал Сладенький Миф О русском Крестьянине Богоносце Созданной Кабинетными Народниками У Бунина Кроме блестящих Совершенно Классических Рассказов Есть Необычайные По чистоте Рисунка По великолепной Наблюдательности И по ощущению Далеких Стран Путевые Очерки Об Иудее Малой Азии Турции Греции И Египте Бунин Первоклассный Поэт Чисто Если можно Так выразиться Кастальской Школы Его стихи До сих пор Не оценены Среди них Встречаются Подлинные Шедевры По выразительности И передаче Трудноуловимых Вещей Всю жизнь Бунин ждал Счастья Писал о человеческом Счастье Искал путей К нему Он нашел его В своей Поэзии И прозе В любви К жизни И к своей Родине И сказал Великие слова О том Что счастье Дано Только Знающим Бунин Прожил Сложную Иногда Противоречивую Жизнь Он много Видел Знал Много Любил И ненавидел Много Трудился Не раз Ошибался Но всю Жизнь Величайшей Нежнейшей Неизменной Его любовью Была родная Страна Россия И цветы И шмели И трава И колосья И лазурь И полуденный Зной Срок Настанет Господь Сына Блудного Спросит Был ли Счастлив Ты В жизни Земной И забуду Я все Вспомню Только вот Эти Полевые Пути Меж колосьев И трав И от Сладостных Слез Не успею Ответить К милосердным Коленом Припав Максим Горький Об Алексея Максимовича Горьком Писали так много Что если бы Не его Огромность Можно было бы Смутиться Отступить И не прибавить К тому Что уже написано О нем Ни одной строчки Горький Занимает Большое место В жизни Каждого из нас Я даже Решусь Сказать Что существует Чувство Горького Ощущение Его постоянного Присутствия В нашей Жизни Для меня В Горьком Вся Россия Как не могу Представить себе Россию Без Волги Так не могу Подумать Что в ней Нет Горького Он был Полномочным Представителем Бесконечно Талантливого Русского Народа Он любил И досконально Знал Россию Знал Как говорят Геологи Во всех Разрезах И в пространстве И во времени Не было Ничего Чем бы он Пренебрегал В этой стране И что бы он Не увидел По-своему По-горьковски Это был Человек Определяющий Эпоху От таких Людей Как Горький Можно Начинать Летоисчисление При первом Знакомстве Меня прежде всего Поразило В нем Необыкновенное Его внешнее Изящество Несмотря на Легкую Сутулость И глуховатый Говор Он был В той стадии Духовной Зрелости Расцвета Когда Внутреннее Совершенство Накладывает Неизгладимый Отпечаток На внешность На жест Манеру Говорить На одежду На весь Облик Человека Это Изящество Соединенное С уверенной Силой Было заметно В широких Кистях Его рук Во внимательном Взгляде В походке И в костюме Который он носил Свободно И даже Несколько Артистически Небрежно Я часто Мысленно Вижу его Таким Как об этом Рассказывал Мне один Писатель Живший У Горького В Крыму В Тесселе Писатель этот Проснулся Однажды Очень рано И подошел К окну По морю Катился Разгонистый Шторм С юга Подул напряженный Упругий Ветер Шумел В садах И скрипел Флюгерами Невдалеке От домика Где жил Писатель Рос Огромный Тополь Поднебесный Тополь Сказал бы О нем Гоголь И вот Писатель Увидел Что около Тополя Стоит Горький И подняв Голову И опираясь На трость Пристально Смотрит На могучее Дерево Вся Тяжелая И густая Листва Тополя Дрожала И шумела От шторма Все листья Были напряженно Вытянуты По ветру Запрокинувшись Серебряной Изнанкой Тополь Гудел Как исполинский Орган Горький Очень долго Стоял неподвижно И смотрел На тополь Сняв шапку Потом что-то Сказал И пошел В глубину Сада Но несколько Раз останавливался И оглядывался На тополь За ужином Писатель Осмелел И спросил Горького Что он сказал Тогда около Тополя Горький Не удивился И ответил Ну Раз вы за мной Подглядели То так и быть Сознаюсь Я сказал Какое могущество Однажды Я был У Алексея Максимыча В его Загородном Доме В горках Стоял Летний день Весь в кудрявых Легких Облаках Пестревших Прозрачной Тенью Цветущие Зеленые Взгория За Москвой Рекой По комнатам Дуло Теплым Ветром Горький Говорил Со мной О моей Последней Повести Калхиде Так, как будто Я был знатоком Субтропической Природы Это меня Сильно Смущало Но Несмотря на это Мы поспорили о том Болеют ли Собаки Малярией И Горький В конце концов Сдался И даже Вспомнил Добродушно Улыбаясь Случаи Своей жизни Когда он Увидел Около Поти Больных Малярией Взъерошенных И стонущих Кур Говорил он Так, как Сейчас уже Никто из нас Говорить не умеет Выпуклым Сочным Языком Тогда я Только что Прочел Очень редкую Книгу Одного Нашего Моряка Капитана Гернета Называлась Она Ледяные Лишаи Гернет Был одно Время Советским Морским Представителем В Японии Там написал Эту книгу Сам набрал Ее в типографии Так, как Не нашел Среди японцев Наборщика Знающего Русский язык И отпечатал Всего 500 Экземпляров Этой книги На тонкой Японской Бумаге В книге Капитан Гернет Изложил Свою Остроумную Теорию Возвращения В Европу Миоценового Субтропического Климата Во времена Миоцена По берегам Финского Залива И даже На Шпицбергене Росли Магнолиевые И Кипарисовые Леса Я не могу Здесь подробно Рассказать О теории Гернета Для этого Понадобилось Бы слишком Много Места Но Гернет Неопровержимо Доказал Что если бы Удалось Растопить Ледяной Панцирь Гренландии То в Европу Вернулся бы Миоцен И в природе Наступил Золотой век Единственной Слабостью Этой теории Была полная Невозможность Растопить Гренландский Лед Сейчас После открытия Атомной Энергии Об этом Можно было бы Пожалуй Подумать Я рассказал Горькому О теории Гернета Он Барабанил Пальцами По столу И мне Показалось Что он Слушает Меня только Из вежливости Но оказалось Что он был Захвачен Этой теорией Ее стройной Неопровержимостью И даже Какой-то Торжественностью Он Долго Обсуждал Ее Все больше Оживляясь И попросил Прислать ему Эту книгу Чтобы переиздать Ее большим Тиражом В России И долго Говорил о том Сколько умных И хороших Неожиданностей Подкарауливают Нас на каждом Шагу Но Издать Книгу Гернета Алексей Максимович Не успел Он вскоре Умер Виктор Гюго На острове Джерсея В Ла-Манше Где Виктор Гюго Жил В изгнании Ему Сооружен Памятник Памятник Поставлен на Обрыве Над океаном Постаменту Памятника Очень невысокой Всего в Двадцать Или тридцать Сантиметров Он весь зарос травой Поэтому кажется Что Гюго Стоит прямо На земле Гюго Изображен Идущим Против сильного Ветра Он согнулся Плащ на нем Развивается Гюго Придерживает Шляпу Чтобы ее Не снесло Он весь В борьбе С напором Океанской Бури Памятник Поставлен В местности Дикой И пустынной Откуда Видна Скала Где погиб Матрос Жилиад Из Стружеников Моря Вокруг Насколько Хватает Глаз Гудит Неспокойный Океан Лижет Тяжелыми Волнами Подножья Утесов Вздымая И раскачивая Заросли Морской Травы И с тяжелым Грохотом Врывается В подводные Пещеры Во время Туманов Слышно Как мрачно Ревут Сирены Сирены На далеких Маяках А по Ночам Маячные Огни Лежат По горизонту На самой Поверхности Океана Они часто Окунаются В воду Только По этому Признаку Можно понять Какие Огромные Валы Застилая Огни Маяков Катит Океан На берег Джерсея В годовщину Смерти Виктора Гюго Жители Джерсея Кладут К подножию Памятника Несколько Веток Амелы Чтобы Положить Амелу К ногам Гюго Выбирают Самую Красивую Девушку На острове У Амелы Очень плотные Овальные Листочки Оливкового Цвета Амела По местным Поверьям Приносит Счастье Живым И долгую Память Умершим Поверье Сбывается И после Смерти Мятежный Дух Гюго Бродит По Франции Это был Неистовый Бурный Пламенный Человек Он Преувеличивал Все Что видел В жизни И о чем Писал Так Было Устроено Его Зрение Жизнь Для него Складывалась Из великих Страстей Приподнята И торжественно Выраженных Это был Великий Дирижер Словесного Оркестра Состоявшего Из одних Духовых Инструментов Ликующий Медь Труп Грохот Литавр Пронзительный Заунывный Свист Флейт Глухие Крики Гобоев Таков Был Его Музыкальный Мир Музыка Его Книг Была Такой Могучей Как Гром Океанских Прибоев От нее Содрогалась Земля И Содрогались Слабые Человеческие Сердца Но он Не жалел Их Он был Неистов В своем Стремлении Заразить Все Человечество Своим Гневом Восторгом И Своей Шумной Любовью Он Был Не только Рыцарем Свободы Он Был Ее Глашатаем Ее Вестником Ее Трубадуром Он Как Бы Кричал На Перекрестках Всех Земных Дорог К оружию Граждане Он Ворвался В Классический Искушноватый Век Как Ураган Как Вихрь Что Несет Потоки Дождя Листья Тучи Лепестки Цветов Пороховой Дым И Сорванные Со Шляп Кокарды Этот Ветер Называется Романтикой Он Просквозил Застоявшийся Воздух Европы И наполнил Его дыханием Неукротимой Мечты Я Был оглушен И очарован Темнеистовым Писателем Еще в детстве Когда Прочитал Пять раз Подряд Отверженных Я Кончал Этот Роман И в тот же День Принимался За него Снова Я Достал Карту Парижа И отмечал На ней Все те места Где Происходило Действие Романа Я Его участником И до сих пор В глубине души Считаю Жанна Вальжана Казетту И Гавроша Друзьями Детства Париж С тех пор Стал не только Родиной героев Виктора Гюго Но и моей Я полюбил его Еще никогда Не видев С годами Это чувство Все крепчало К Парижу Виктора Гюго Присоединился Париж Бальзака Мапассана Дюма Флобера Золя Жюля Валеса Анатолия Франца Ролана Додэ Париж Вийона И Рэмбо Мериме И Стендаля Барбюса И Беранже Я собирал Стихи о Париже И выписывал их В отдельную тетрадь К сожалению Я ее потерял Но многие строчки Из этих стихов Запомнил наизусть Разные строчки И пышные И простые Вы увидите Сказочный город О котором Молились века И душа Позабудет У коры И усталая Дрогнет рука В люксембургском Саду У фонтана Вы пройдете По дальней меже Под широкой Листвою платанов Как мими Из романа Мюрже Юго внушил Многим из нас Эту первую Любовь к Парижу И за это Мы благодарны ему Особенно те Кому не посчастливится Воочию Увидеть Этот великий город Маленькая Роза в петлице Юрий Олеша У меня было Много встреч С Юрием Карловичем Олешей Каждая встреча Оставалась в памяти Надолго Об одной из этих встреч Я и расскажу сейчас Это было В самом начале Войны В июле 1941 Года Я приехал В Одессу С фронта Из-под Террасполя На военном Грузовике Соскочил С него Около вокзала И пошел В лондонскую Гостиницу Я шел По безлюдной Пушкинской улице Начинало Светать Лил дождь В первые дни войны Одесские жители Закрасили Белые южные дома Густо разведенной Сажей Считалось Что черные дома Не так заметны С воздуха Как белые Сложное предприятие С окраской домов Носившее Звонкое имя Камуфляж Оказалось Совершенно Бесполезным Лето Выдалось Дождливое После первого Жадожжа Дома Облезли И покрылись Потеками Грязи Я шел По Пушкинской Улице И не узнавал Давно Знакомый И милый Город Это была Одесса И вместе С тем Совсем Не она Будто Я видел Город Одновременно И наяву И воясне Из водосточных Труб Хлестала Какая-то Зловещая Вода Ни единого Звука Не слышалось Вокруг Кроме Торопливого Стука Дождя По Железным Крышам Пожалуй Только Запах Промокшей Листвы Акаций Напоминал Недавние Солнечные Летние Дни В то время Я был Почему-то Уверен Что война Принесла С собой Новый Воздух Она Сорвала С земли Старый Воздушный Слой Мягкий Теплый Временами Туманный И Заменила Его Воздухом Жестким Пустым Изменившим Вид Всех Мест И Предметов Новый Воздух Был Похож На Жидкий Нитроглицерин Запах Его Напоминал Гарь Смешанную С пронзительным Лекарством Должно Быть От этого Чужого Воздуха От Вымерших Улиц И Дождевой Сырости Я Чувствовал Полное Одиночество Будто Приехал В Совершенно Обезлюдивший Город Поэтому Я С облегчением Вздохнул Когда В сумрачном Вестибюле Лондонской Гостиницы Увидел Старого Небритого Человека В лиловых Подтяжках И Измятой Рубахе Он Сидел За Конторкой И читал Королеву Марго Александра Дюма Желтый Огарок Неподвижно Горел Перед Ним Едва Заметный Синий Угар Завивался Над Пламенем Как Кудель Вы Портье Спросил Я Неуверенно Предположим Что Я Можно У вас Переночевать Странный Вопрос Рассердился Старик В гостинице Нет ни души Выбирайте Любой Номер Сальковом Или Безалькова Если У вас Широкая Натура То Можете Жить Один В двух Номерах Или В трех И при этом Совершенно Бесплатно Гратис Портье Сказал Старомодное Слово Купцов И комиво Эжоров Слово Гратис Обозначавшее Что товар Отпускается Бесплатно Гратис Повторил Старик Платите Абсолютно Некому Интурист Эвакуировали Я здесь За сторожи Неужели В гостинице Нет ни души Спросил я Прислушиваясь Как по коридорам Позванивают Битые стекла Как нет Возмущенно Воскликнул Старик А Юрия Карлча Олешу Вы не считаете Он здесь Безусловно Где же ему быть Скажите Как не в Одессе Я знаю Юрия Карлча Давно Он вырос здесь И жил Когда Одесса Крутилась Целые сутки Как карусель Все скакало Перед глазами Пароходы Уточкины Шикарные Женщины Фраера Капитаны Налетчики Итальянские Примадонны Знаменитые доктора И скрипачи Побили Те фонари Которые Я Описал В сказке Три толстяка Что я могу Ответить И я тоже Знаете Шучу Я говорю Если бы Моя воля То я бы Те фонари Посеребрил Чтобы Одесса Всегда помнила Про эту книгу Я поднялся В комнату К Олеши Он сидел Нахохлившись За столом И что-то писал Своим крупным И вольным Почерком Мы расцеловались Олеша Был безнадежно Небрит Страшно худ Он только что Перенес Дизентерию Сухая желтизна Покрывала его щеки Но глаза Смотрели Как всегда Проницательно С доброй усмешкой И как всегда Были готовы Тотчас Загореться Огнем выдумки Схваченного На лету Вдохновения Блеском метких И неожиданных Сопоставлений Когда он Начинал говорить Жизнь сразу Становилась Интересной И как бы Сияющей Чем? Огнем его Юмора Поэзии Мгновенного И точного Понимания Человеческих Сердец Мне всегда Казалось А может быть Это было И вправду Так Что Юрий Карлч Всю жизнь Неслышно Беседовал С гениями И детьми С веселыми Женщинами И добрыми Чудаками Спорил он Смело И стремительно Свои возражения Он вонзал В собеседника Беспощадно И победоносно Вокруг Олеши Существовала То сгущаясь То разряжаясь Особая жизнь Тщательно Выбранная Им из окружающей Реальности И украшенная Его крылатым Воображением Эта жизнь Шумела Вокруг него Как описанная Им в зависти Ветка дерева Полная цветов И листьев В Олеши Сказал Олеша Час отдохнуть Земляничным мылом Другую Другую за разбитое Ветка деревья Гостинице Было таинственным Актером Актером Одесской киностудии Пятное представление об одесситах такое же, как, скажем, о Диогене. Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал, хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки. — Вот, — сказала Леша, — все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник? Он робкий, бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке, тоже от бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жил площадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал краснее бормотать. — Дайте денег на бочку. Боже мой, какой тогда подымался виск и крик. Деньги на бочку? Нахал, рвач, циник! Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал, — Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. — Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм. Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух разовел от заката. Бульвар шумел. Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки. Мы пошли на греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние часы Чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу. Но мы не дошли до греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух, очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио. Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы. Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно. Его надо видеть или даже пожить в нем в несколько дней, чтобы понять всю его прелесть. Это прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры из всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы. Террасы тянутся вдоль стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам. На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из синеньких, купают детей, стирают, ссорятся этаж с этажом, слушают патефоны и даже танцуют. Мы вошли в такой двор. Он был пуст. Немецкие бомбардировщики пикировались железным визгом и воем, грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов. Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Его вдувало во двор с улицы целыми залпами. Прямо напротив нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач Вайнтрауп». Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауп поселился здесь в незапамятные времена. «Еще до революции», — заметил Олеша, — «это звучит сейчас как еще до Рождества Христова или еще до Всемирного потопа». Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов. Завыл самолет, загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток. Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем. Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене. В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауп. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его. Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувший низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием. «Что? Опять? Босики!» Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску. Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал. «Самый отчаянный жилец на весь наш двор. Наполеон!» Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело. «Видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот она, старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса!» «Вам просто повезло, — ответил я. Мы пошли в лондонскую гостиницу. Около оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона. Около подъезда стояла карета скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь. Над морем полосами тянулся дым. На пересыпи где-то горело, а, может быть, там за лиманами всходила луна. Фонари из трех толстяков уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша. Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо, лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет. Михаил Пришлин Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришлина. Михаил Михайлович Пришлин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришлин чувствовал себя дома, в избах объездчиков, в затянутых туманах речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба, звали его просто Михаиловичем. И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему о его журавлиной родине. Жизнь Пришлина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал жить только по велению сердца. В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл. Человек, живущий по сердцу, в согласии со своим внутренним миром, всегда созидатель, обогатитель и художник. Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришлин, если бы он остался агрономом. Это была его первая профессия. Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу, как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя, как бы второго мира этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас, увиденной художником ее красотой. Если внимательно прочесть все написанное Пришлиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам из сотой доли того, что превосходно видел и знал. Для таких мастеров, как Пришлин, для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной жизни. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя, те мысли, о каких Пришлин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий. Пришлин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришлин, умевший наделять природу окраской человеческих дум и настроений. Чем это объяснить? Очевидно тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца, очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришлина. По простоте яснее видна прелесть родной земли. Острее делается взгляд и собраннее мысль. Простота, говорит, сердцу сильнее и больше, чем ослепительный блеск. Богатство красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающие мощные водопады, целые не агары листьев и цветов. О Пришлине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумам и сердцем человеку. Пришлин думал о себе, как о поэте, распятом на кресте прозы, но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы. В книге Пришлина, говоря его же словами, это бесконечная радость постоянных открытий. Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную Пришлинскую книгу, одни и те же слова. Это настоящее колдовство. Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явно присущее только Пришлину очарование. В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришлин не сказочник, он человек земли, матери сырой земли, свидетель всего, что совершается вокруг него в мире. Секрет Пришлинского обаяния, его колдовства, как раз в этой его зоркости. Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание. Все у Пришлина сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью. Я беру книгу Пришлина, открываю ее и читаю. Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзии. Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришлин обладал совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему. Но этого мало. Язык Пришлина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера. Несколько слов. Ночь прошла под большой чистой луной. Совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И лег мороз, и деревья обдались сильной росой. Все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришлин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями. У ботаников есть термин — разнотравье. Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек. Прозу Пришлина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришлина цветут, сверкают, Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, сложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд. Колдовство Пришлинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять. Насколько более величественной стала бы любимая поэтам и тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию. Одно дело — ночь с безыменным и потому недостаточно выразительным небом. И совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион. Примеров того, как даже самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. Но сейчас мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришлина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью. Я давно заметил в заливных лугах на оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета У-2, который прилетает в луга, опылят от комарья, мажачины и болотца. Я годами наблюдал эти высокие душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление. До признации не задумывался над этим. И вот у Пришлина во временах года я, наконец, нашел объяснение этому всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов». Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов. Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков. Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел, Дмитрова, Вербилок, Толдома. Тысячи людей перебывали на этой реке. Были среди них писатели, художники и поэты. Никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране. Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны, со своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и своей истории. У нас были и есть ученые-поэты, такие, как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мизинбир, Арсеньев, как умерший в молодые годы ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений. У нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы, как необходимейшее качество прозы. Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пенегин и другие. Но Пришлин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом, они живут в нем непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении из малых и больших, но одинаково неожиданных примеров. Пришлин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет в сердце каждого, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту – вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки и уж, конечно, прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-волчках из Марьиной Рощи, задумавших сделать самую изящную и самую легкую в мире обувь для женщин коммунистического общества. После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе. Мне кажется, образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой под Паском о литературе. Вот этот разговор. Под Пасок говорит Пришвину «Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал?» «Не все», — ответил я, «но есть немного. Вот я бы так написал. Все бы по правде? Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит. Ну как же? А вот как. Ночь. Куст большой, большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята свись, свись, свись». Остановился. Я подумал, он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку. «Ну а дальше-то что?» спросила я. «Ты же по правде хотел ночь представить». «А я же и представил», — ответил он. «Все по правде. Куст большой, большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь свись, свись, свись». Очень уж коротко. «Что ты коротко?» удивился под пасок. «Всю-то ночь напролет. Свись, свись, свись». Соображая этот рассказ, я сказал. «Как хорошо!» «Не уж плохо», — ответил он. В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова. «Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, и весна останется тебе навсегда. Одна весна, слава победе». Да, весна Пришвинской прозы остается навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы. Александр Грин. Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками универсальной библиотеки. Это были маленькие книжечки в желтой бумажной обложке, напечатанные аппетитом. Стоили они необыкновенно дешево. За 10 копеек можно было прочесть Тартарена Даде или Мистерии Гамсуна, а за 20 — Давида Копперфильда Диккенса или Дон Кихота Сервантеса. Русских писателей универсальная библиотека печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин — иностранец. В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад. Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лис. Разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего, наконец, погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лисе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, веерообразной тени, которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен, где-нибудь на бугрообразном дворе огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим, нелюдимым. Пение вдали и его эхо во враге, рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками, блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне, о влюбленности и свиданиях. Гавань грязная, как молодой трубочист, свистки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана. Ночью магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами «Вот лис!» Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал, не отрываясь, пока не прочел до конца, эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу. Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по лису, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода. Нет, это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь. И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я это все видел? Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами тени, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина. Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку. Южный крест там сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас. Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов. Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец, от чувства высокого. Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов. Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени авторов, которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы. Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь от щепенца и непрекаянного бродяги. Было понятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек. Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара «Моя родина, там, где проплывают самые прекрасные облака». Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству. Грин писал почти все свои вещи в оправдании мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства, умения мечтать и любить. Эдуард Багрицкий Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя или, как говорят, узнать, почем фунт лиха, потому что биографию Багрицкого установить трудно. Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где здесь истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, одну только правду и ничего, кроме правды. К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них. Без них нельзя представить себе этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом. На побережье Гейского моря живет живописное племя ливантийцев, веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов, греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев. И у нас в Советском Союзе есть свои ливантийцы. Это черноморцы, тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и влюбленные без памяти в свое черное море, в сухое солнце, в портовую жизнь, в Одессу маму, в абрикосы и ковуны, в пестрое кипение береговой жизни. К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий. Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского пацана Птицелова, то зубубенного бойца из отряда Котовского, то Тиле Улиншпигеля. Из этих, как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека. Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в Одесском порту. Он только что написал стихи об арбузе, настоящую поэму, удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной. Мы ловили на длинные шнуры самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались, и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену. Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев арбуз. Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем, очевидно, с погибшей шаландой. И некому здесь надоумить ее, что в руки взяла она сердце мое. Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал больше такого чтения. Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Были то Бернс, его песня «Джонни и чменное зерно», «Блоковские шаги командора» или «Пушкинская для берегов отчизны дальней». Что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горловолнения. С раннего утра мы ничего не ели, и потому прямо из порта пошли на греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу. В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво «Господа милосердные, обратите внимание на мое колецтво». Нет. Высокой, седобородой, с красными склеротическими глазами он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым громовым голосом проклятие на головы посетителей. Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, сойти на нет перед этим нищим. «Где ваша совесть? Люди вы или не люди?» кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос. «Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой, без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок? Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. «А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку!» Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью. В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны. В это время вошел нищий и уже с порога закричал свои проклятия. «Ага!» — зловеще сказал Багрицкий. «Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти. Пусть он только осмелится подойти». «Что же тогда будет?» — спросил я. «Худо ему будет!» — ответил Багрицкий. «Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику!» Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами и что-то клокотало в его горле. Может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но он все-таки прокашлялся и закричал. «Когда, наконец, у этих молодых людей проснется совесть? Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее! Я не говорю половину несчастному старику!» Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика, говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой!» Нище осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах «Верь, настанет пора и погибнет!» Ау, повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной. «Вот видите, — сказал Багрицкий серьезно, — даже одетские нищие не выдерживают надсона!» Вся чайная гремела от хохота. Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за сухим лиманом и ловил там селками птиц. В беленной и звездкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы. Из клеток все время осыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян. На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги. Одесские газеты платили ему гроши по пять-десять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь. Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил в издательство и редакции один, а брал с собой для храбрости кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалковал и улыбался. В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. За целый месяц он вышел в город только два раза, а все остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля. Он был обложен книгами, рукописями чужих стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго. Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел теперь огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб. Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома. Также качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками разрывая морскую воду. Багрицкий умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии. За его гробом шел звонко цокая подковами по гранитной мостовой кавалерийский эскадрон. И вспоминалась дума про Апанаса, конь Котовского, что сверкает белым рафинадом, широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держа его за руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия, наследница, слово о полку Игореве и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чабреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер, левант над родным Черноморьем. Искусство видеть мир Живопись учит смотреть и видеть эти вещи разные и редко совпадающие. Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети. Александр Блок. Человек останавливается, пораженный перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни, перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба. Джон Резкин. Есть неоспоримые истины, но они часто лежат в туне, никак не отзываясь на человеческой деятельности из-за нашей лени или невежества. Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства, поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Последнее наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки. Все это добавочные богатства прозы, как бы дополнительные цвета. Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем – невежды. Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира. Конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку. Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых дней. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не наделил их ни одной живой чертой. И действие этих рассказов, повестей и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишенного красок и света, среди вещей, только названных, но не увиденных автором, и потому нам, читателям, не показанных. Несмотря на современность темы, беспомощность увеет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда. Причина этой тоскливости не только в эмоциональной глухоте и неграмотности автора, но и в его вялом рыбьем глазе. Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлопнули снаружи ветер, шум, дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых. Ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной, на первый взгляд, и прекрасной пестротой света, красок и шумов. У нас немало книг, написанных как будто слепыми, а предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость появления таких книг. Для того, чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам, нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и земли только тот, кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое. Как видеть, как воспринимать цвет и краски, этому могут научить вас художники. Они видят лучше нас, и они умеют помнить увиденное. Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне, «Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите, несколько мутновато и грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное». «Что же я могу поделать?» ответил я, оправдываясь. «Такой уж глаз. Ерунда. Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому». «Я послушался художника, и действительно, и люди, и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо. И меня охватило сожаление о невозвратимом и глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей? Сколько интересного ушло, и его уже не воскресишь?» Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был еще нагляднее. «Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Каленин и Балагоя, а с Савеловского вокзала, через Калязин и Хвойную. Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Балагоя. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям. Моим попутчиком оказался маленький, мешковато одетый человек с узенькими, но очень живыми глазами. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунтованного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник. Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где у него приятель лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень. А почему же вы забираетесь так далеко? Под Тихвин, спросил я. Там у меня облюбовано одно место, доверительно ответил художник. Всем местам место. Такого второго нигде не найдете. Чисто осиновый лес. Кое-где только попадаются редкие ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотом крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива за Ленинград. Там, вы знаете, самый лучший иней в России. Нигде я такого иней не видел. Я сказал, конечно, шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать. А что же вы думаете, серьезно ответил художник. Составить не трудно, но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как сейчас каждый ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше. Почему? Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет. Но знаете, добавил он с тревогой, что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек? Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня. Вы уж не сердитесь на меня, говорил он смущенно, но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина. Гроза в сентябре. Поглядите. Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая в полнеба туча. Ее передергывало вспышками молний. Мать честная, воскликнул художник. «Какая уйма красок! Какое освещение никогда не напишешь, будь ты хоть сам левитан!» «Какое освещение?» спросил я растерянно. «Господи!» с отчаянием сказал художник. «Куда же вы смотрите? Вон, видите, там лес совершенно темный, глухой. Это на нем легла тень от тучи. А вон, подальше, на нем бледные, желтые и зеленоватые пятна. Это от приглушенного солнечного света из-за облаков. А вдали он весь в солнце. Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь сквозной. Точно золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышли мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе на полосу елей. Видите бронзовый блеск на хвои? Это от золотой стены леса. Она обдает елей своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно, легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние. Я бы сказал, такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать. Художник посмотрел на меня и засмеялся. Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов. Все купе, как в зареве. И в частности, ваше лицо. Вот бы вас так написать. Но, к сожалению, все это мимолетно. В этом и дело художников, сказал я, чтобы останавливать на столетии мимолетные вещи. Стараемся, ответил художник, если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас. В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь, как лес пышет то светом, то темнотой. Впереди грозовой тучей бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях. Изредка солнечный луч прорвавшись сквозь тучи падал на отдельные березы и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок. А небо, небо какое, закричал художник, смотрите, что оно только творит. Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета, но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извильстые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем. Пронзительный блеск молнии сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени, а ближе к земле между тучей и лесами уже спустились полосы проливного дождя. «Какого?» кричал возбужденный художник. «Такую чертовщину нечасто увидишь!» Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света. Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко у самого горизонта сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса. «Вы что-нибудь запомнили?» спросил художник. «Кое-что». «И я только кое-что», с огорчением сказал он. «Вот пройдет дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мок края листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя другой, а после дождя совершенно особый, потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск, серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет, милый вы мой, наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю». Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарик. Впереди тяжело дышал паровоз. Я позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что и хватило бы на несколько поэм в прозе. важна важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше. Французский художник Моне приехал в Лондон и написал «Вестминстерское аббатство». Работал Моне в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Моне готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно. Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет тумана серый. Дерзость Моне вызвала сначала возмущение, спущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый. Тотчас начали искать этому объяснение, согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома. Но как бы там ни было, Моне победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Моне даже прозвали создателем лондонского тумана. Если обращаться к примерам из собственной жизни, то я впервые увидел все разнообразие красок русского ненастья после картины Левитана над вечным покоем. До тех пор ненастья была окрашена в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно и заволакивало землю мутью. Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастья перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную ряб рек, тяжелые движения туч. Наконец, за то, что во времени ненастья начинаешь ценить теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, засланную грубым ридном для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту. Почти каждый художник, какому бы времени и какой бы школе он не принадлежал, открывает нам новые черты действительности. Мне посчастливилось несколько раз побывать в Дрезденской галереи. Помимо сикстинской Мадонны Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы. В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах совершенство духа и власть гения, заставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов. При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхание цветущей земли, полуношного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им. Импрессионисты как бы залили свои полотна солнечным светом. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в каком-то ликующем освещении. Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости. Импрессионизм принадлежит нам, как и все остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от сикстинской Мадонны Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Чем же опасны для нас новатор Пикассо импрессионисты Матис, Ван Гог или Гоген. Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таитян. Что опасного или дурного в творчестве этих художников? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и в частности нашей русской культуры плеяду блистательных художников? После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий. Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать тайну их архитектуры. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле были невелики. Одна из самых замечательных построек, здание главного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырехэтажного дома, а между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы. Разгадка была проста. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и от небольшого числа украшений, оконных наличников, картушей и барельефов. Всматриваясь в эти здания, понимая, что хороший вкус – это прежде всего чувство меры. Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия, все это имеет некоторое отношение и к прозе. Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу украшений так называемого орнаментального стиля. Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего больше нельзя было выбросить и ничего прибавить, не нарушая смысл повествования и закономерное течение событий. Как всегда в Ленинграде больше всего времени я провел в русском музее и эрмитаже. Легкий сумрак эрмитажных залов, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком и понял, как человек может быть велик и хорош. Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия густоты красок, и чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура. Там я сидел очень долго, и чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских воятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистейшей утренней заии человечества. Тогда поэзия будет властвовать над сердцами, и социальный строй, тот строй, к которому мы идем через годы труда, забот и душевного напряжения, будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела. Наша дорога в золотой век, он наступит. Досадно, конечно, что мы не доживем до него, но мы должны быть счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца. Недаром Гейн приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милоской, и плакал. О чем? О поруганном совершенстве человека, о том, что путь к совершенству тяжел и далек, и ему, Гейны, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж, конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце. В этом сила скульптуры, та сила без внутреннего огня, которой немыслимо передовое искусство, особенно искусство нашей страны, а тем самым немыслимо и полновесная проза. Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более, что музыка и поэзия подчас неразделимы. Этот короткий разговор о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы. У подлинной прозы всегда есть свой ритм. Прежде всего, ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что в сознании читателя билетристика должна укладываться сразу, в секунду. Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующие характеру того или иного куска прозы. Вообще, писатель должен держать читателя в постоянном напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте неясных или неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал споткнуться на этих местах и не вышел тем самым из-под власти писателя. В этом напряжении во владении читателем в том, чтобы заставить его думать и чувствовать одинаково с автором и заключается задача писателя и действенность прозы. Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего писательского слуха. Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным. Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии. Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную девственную свежесть. Самые стертые, до конца выговоренные нами слова, начисто потерявшие для нас своеобразные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать. Чем это объяснить, я не знаю. Предполагаю, что слово оживает в двух случаях. Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую звуковую силу, а сделать это в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне, и в романсе слова действуют на нас сильнее, чем в обычной речи. Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами. И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза. Но главное не в этом. Главное в том, что проза, когда она достигает совершенств, является, по существу, подлинной поэзией. Чехов считал, что Лермонтовская Тамань и Пушкинская Капитанская Дочка доказывают родство прозы с сочным русским стихом. «Где граница между прозой и поэзией?» писал Лев Толстой. «Я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем дневнике молодости. «Зачем так тесно связана поэзия с прозой? Счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой? В мечте есть сторона, которая лучше действительности. В действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого». В этих словах, хотя и сказанных наспех, заключена верная мысль. Самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или точнее проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачнейшим воздухом, ее пленительной властью. В этом случае я не боюсь выражения пленительной, иными словами берущей в плен, потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или как простодушно, но искренне говорили наши предки, венцом творения. Прав отчасти был Владимир Адоевский, когда сказал, что поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым. В кузове грузовой машины В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы на Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине рядом с молчаливым водителем. Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Все вокруг хаты, подсолнухи, акации и сухая трава было покрыто этой шершавой пылью. Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге нагрелась и пахла резиной. За Днестром гремела канонада. В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали «Воздух!» Водитель останавливал машину, мы выскакивали, отбегали подальше от дороги и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие мессеры. Иногда они замечали нас и били из пулеметов, но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. Мессеры исчезали и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и отчаянная жажда. После одного из таких налетов водитель неожиданно спросил меня «Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? вспоминаете?» «Вспоминаю», ответил я. «И я вспоминаю», сказал помолчав водитель. «Леса наши вспоминаю костромские. Останусь жив, вернусь на родину, буду проситься в леснике. Возьму с собой жену, она у меня спокойная, красивая, и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так с сердцем делаются перебои, а водителям это не положено?» «Я тоже», ответил я, «вспоминаю свои леса». «А ваши хороши?» спросил водитель. «Хороши». Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали. Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно будет вернуться мыслей к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе, сегодня я пойду на Черное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Трибутино. И у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов. Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце. В этих своих мечтах я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых исп. На подоконниках, в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут Ванька Мокрый. Должно быть потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха. Возле колодца, где весь день гремит ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок или по-местному в прожог. В этом проулке в крайней избе живет известный на всю округу красавец-петух. Он часто стоит на одной ноге на самом солнцепёке и пылает своим оперением, как грудь ордеющих углей. За петухом избы кончаются и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов. За полотном узкоколейки непроходимым чистоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколют вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы. Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников иммортелей и белой пахучей гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках, а под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеплены чистым серым песком. За сосняком начинается высокий бор, по его краю идет заросшая дорога. Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи, лечь на спину, почувствовать в свою тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И, может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту. Есть хорошее русское слово из Тома. За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Но никаким другим словом нельзя лучше определить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой доли и непрерывно уплывают неведомо куда. Лежа на этой лесной опушке я часто вспоминал стихи Брюсова «Быть вольным, одиноким, в торжественной тиши раскинутых полей, идти своим путем, бесцельным и широким без будущих и прошлых дней, срывать цветы мгновенные как маски, впивать лучи как первую любовь, упасть и умереть и утонуть во мраке, без горькой радости воскреснуть вновь и вновь». В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо. Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы остатки ледниковых наносов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты с порами, похожими на красноватую пыль. Лес на холмах светлый, в нем далеко видно, он залит солнцем. Лес этот тянется не широкой полосой, километра на два, не больше, а за ним открывается песчаная равнина, где зреют поблесковые волну из-под ветра хлеба. За этой равниной простирается, насколько хватает глаз, дремучий бор. Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется, потому, что широко видно все небо. Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы. Все, что я мысленно представил сейчас, только преддверия настоящих лесов. В них, в эти леса входишь, как в огромный, полный тени громадный собор. Надо сначала идти по узкой просеке мимо пруда, покрытого ряской, как твердым, ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье. Это пасутся в подводной траве караси. Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени. Я думаю обо всем этом, лежа в кузове грузовой машины. Поздняя ночь. Со стороны станции раздельной ухают взрывы. Там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад. Они испуганы взрывами и пока что трещат в пол голоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу за ней и прислушиваюсь, когда же она взорвется. Но звезда не взрывается, а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда, до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов. Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахнущая небензиновым чадом и пороховыми газами, может быть, следует говорить взрывными газами, а устоявшиеся в лесных озерах глубокой водой и хвоей можжевельника. За березовым перелеском дорога круто подымается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка доносит и сюда, в сухой и жаркий лес, и йодистый воздух этих низин. На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему не прикоснешься, сухое и теплое. Старые, давно уже пустые сосновые шишки, желтые, прозрачные, трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка, шершавая и пахучая, даже листочки земляники и те теплые. Старый пень можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи. Зной, тишина, безмятежный день созревшего до соломенной спелости лета. Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях, а на лиловатых и твердых зонтичных цветках сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли. Я сверяюсь по самодельной карте. До Черного озера осталось еще восемь километров. На эту карту нанесены все приметы. Сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней сосна с вырезанной на коре буквой О озера. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают смолой. Их надо подновлять. Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь рукой по ней, по застывшему по ней янтарю. А иной раз отломишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет. Ближе к озеру начинаются среди леса глухие глубокие впадины, так густо заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться вглубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера. Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И, наконец, последняя примета ссохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лаптями тянется узкая травянистая прогалина, а за ней крутой обрыв. Лес кончается. Внизу высохшие болотом шары, поросшие мелким лесом, березняком, осинами и ольхой. Здесь последний привал. День уже перевалил за половину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка. Где-то там, в двух километрах отсюда, среди мшар скрывается черное озеро, государство темных вод, коряк и огромных желтых кувшинок. Идти по мшарам надо осторожно. В глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок, колки, о них можно жестоко поранить ноги. В мелколесье душно, пахнет прелью, хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр. Глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные щуки. Берег озера немного выше и потому сушим шар, но и на нем нельзя долго стоять на одном месте, след обязательно нальется водой. К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг, слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвижные вершины деревьев, все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею. Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой. Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли. Я думал обо всех этих местах с такой соднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И, очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть. Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки. Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль, придут в полное соответствие с природой и нельзя уже будет отделить свежесть утра от цвета любимых глаз и мирный шум леса от размышлений о прожитой жизни. Пейзаж недовесок к прозе и не украшения. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхания. Проще говоря, природу надо любить, и эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой. Напутствие самому себе. На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом, об эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении, как воспитательницы нового человека, с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, о народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правде рукописей, всего не перечтешь. Работа над этой книгой напоминает путешествия по малознакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо, хотя бы и не полно, как говорится, начерно, но все же разобраться в сложном переплетении этих дорог. 1955-1964 годы гостей неожиданного, ξената, даже , вас и неожиданную, Продолжение следует...